МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель! Выйдите из вашей машины! Что, издеваетесь? Меня пять минут назад останавливали. Вы как-то договоритесь, я не собираюсь им платить. Женщина, я вас по-хорошему прошу, выйдите из машины, пожалуйста. Ладно. Что вы мне суете? Мало, что ли? Мне объясняли, что за то, что ничего не нарушил, нужно давать 100 гривен. Да не надо мне ваши 100 гривен! Выйдите из машины, пожалуйста. А, я поняла. Вы, наверное, зажрались, да? Возьмите 200. Да не надо мне 200! Выйдите из машины! Ладно, я выйду из машины только потому, что мне интересно, что вы от меня хотите! Ну? Откройте, пожалуйста, багажник. А-а-а! Вы хотите посмеяться, типа, ой, она же не знает, где открывается багажник! А, нет, фигушки, знаю! Девушка, я не хочу не смеяться, мне не нужны ваши деньги. Просто откройте, багажник, и все, едьте дальше! У вас такой какой-то извращенный вкус. Вы хотите как-то его особенное, чтобы я открыла там, стонать или... Багажник откройте! У вас, случайно, на том посту нет, брата? Он тоже просил меня багажник открыть. А-а-а! Все нормально? Живи! Ну, чтобы я еще раз сам болел в багажник, да никогда в жизни! Не-не-не надо. Счастливого пути! Понял, охрен, ну все! Сука, ты, фаблоки! Ты уже засмотрел. Да, нормально, сходи. Блин, да что ж такое? О! Долой, простой! Долой, простой! Таможня, отстой! Коррупция! Мы против коррупции! Так, успокойтесь, успокойтесь! Вы что, не видите, здесь люди работают? Работают? Да я тут уже вторую неделю в очереди стою! Я уже забыл, что такое душ! Вот! Послушайте, это ваши проблемы. Мы всех растамаживаем в порядке очереди. В порядке очереди? Угу. Хорошо. Я найду на вас управу. Я до самого президента дойду! Ой, идите куда хотите. Долой, простой! Таможня, отстой! Надо реально что-то с этими очередями делать. Так, смотри, это получается 700 фур. Так. В каждой фуре по два водителя. Ага. Всю прибыль мы с тобой делим 50 на 50. Чего? Делим? Я, можно сказать, человека выручаю, а он собирается делить мои деньги? Правда? Ну ладно, 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 ладно. Давай так. 60 на 40. Нет. Плюс партия лосин. Леопардовых. Вот знаешь, чем меня взять. Ладно, показываю, где там твоя очередь. Ну вот, выходишь и налево. Все понятно. Пойду рассосу очередь твою. Да что ж с этим столом-то такое, а? Да что ж такое-то? Я извиняюсь. А стучаться вас не учили? Извиняюсь. Малюха переигралась все. А можно очередь немного придержать? Вы что там все? Дыма надышались. То придержи, то ускорь. Ну тут... Вот. У нас там со Скворцовой походу серьезно все. Хорошо. Спасибо. Я еще на свадьбу приглашу. Идите, идите. О, отлично. Значит так, молодой человек, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии мы вас задерживаем. А машину вашу на штаб-стоянку. Все. Может как-то договоримся? Да. В смысле? Ну в смысле я окажу вам финансовую помощь. А-а-а. Это можно. О! Пожалуйста. А говорят, еще нового полиция не берет, не берет. А здесь... Не хватает. А! Я понял. Вас же двое. Пожалуйста. Все равно не хватает. Вы что, офигели что ли? Я за эти деньги всю милицию Киева покупал. Что тут не хватает? Вы не так поняли. Адреса не хватает. Какого адреса? Пишите. Министру финансов Украины. Ну вы же хотели оказать материальную помощь. Ну пополните бюджет. Не-не-не-не, вы не поняли. Я хотел вам двоим лично оказать помощь. А-а-а, лично нам. Ну да, да, да. Ой, молодец. А то мы сразу не поняли. Да, мы что-то... Ладно. Перечеркивайте этот адрес. Так. И пишите. Генеральному прокурору Украины. Он же у нас взятки расследует. Да, да, да. Да нет, это не взятка. Это безвозмездная благотворительная помощь. А-а-а, безвозмездная помощь. Ну, тогда пишите. Средняя школа. Так. Номер один. Подождите. Вы что, меня за идиота держите? Молодой человек, если вы идиот, то пишите адрес сумасшедшего дома. Подождите, я вообще запутался. Что писать тут надо? Молодой человек, у вас есть четыре конверта? Да. Ну, вот возьмите четыре конверта, разошлите по четырем адресам, поверьте, вам будет счастье. А сами. Выходим из машины. Автомобиль. Ну, штраф стоян. Все. Яночка, я дома. А что это у тебя под одеялом? Это что за субъект? Отойдите от окна. Чего это вдруг? Кричите. Здесь могут быть жучки. Чего вы взяли? Я агент под прикрытием. Не, ну это я понял. Да нет, вы не поняли. Я любовник вашей жены. Скажите, а вам всем агентам на задание бессмертия выдают, а? Да, это по легенде. Не увидел. И хорошо. Иначе пришлось бы вам стереть память. Да я вас сейчас обоих в порошок тот затрону. Тише. Я из Национального антикоррупционного единого бюро Украины. Что, НАБУ что ли? Да, как НАБУ, только Е посредине. Единое. Мы преследуем крупнейшего коррупционера. Было принято решение не доводить дело до суда, а сразу ликвидировать его. Так а я тут при чем? Из вашего окна будет вестись огонь. А? А мне что делать? Пока ведется операция, вам лучше собрать вещи и уехать из города на неделю. А лучше на две. Особняк. Скажите, а вы сейчас у всех коррупционеров? Конечно, всех по списку. А почему вы спрашиваете? Да так. Интересуюсь. Что вы делаете? Операция начнется с минуты на минуту. Понял. Понял. Тихо. Хватит. Вы это, святое дело делайте. С коррупцией на забородки. Уходите быстрее. На больном все. Пока. Откуда ты узнал, что он взяточник и очень боится проверок? Ты же сама сказала, что он чиновник у тебя. А я еще не видел ни одного чиновника, который бы не брал взято. Ну тогда начнем операцию. Начнем. Иванец, слышишь? А какой у тебя самый крутой прикол на посту был? Бляха, один раз помню. Придурок один с оленем ехал. Где, на капоте? Да нет, настоящем. На пассажирском месте. И мы его, урода, штрафовать не могли. Чего? Потому что олень пристегнутый был. Да это реально прикол. Глянь, еще один придурок. Разбирайся с ним сам. О, почекай. Диви сейчас приколку. Диви. Старший инспектор Петренко. Ваши док... Так, заглушить, пожалуйста, мотор. Музыку, музыку, вымкнете, пожалуйста. Я что-то нарушил? Конечно, нарушили. Тут же трасса у нас с ограничением скорости. А вы не сетесь, как у Горелой. Простите, больше не повторится. Ну, понятное дело. О, так я бачу, вы шейный пристегнутый. Ну да. Извините, забыл. А скажите, а есть у вас аптечка там, огнетушитель? Аптечка есть, а огнетушителя, к сожалению, нет. Ну все, вот это вы попали. Попали прям конкретно. Будем оформлять протокол. Иваныч, неси протокол. Тут мужчина у нас, нарушитель взрослый. Ну зачем сразу протокол? Может, договоримся, а? Да что, есть с чем договариваться у вас? А, Иваныч, стоп по протоколу. Ну давайте, будем договариваться. Сколько с меня? О, ну вы ж сколько нарушили все. Скоростный режим нарушили. Не пристегнутый, без огнетушителя. Ну это где-то тысяча-два гривен. Ну у вас и расценочки. Ну так не нарушайте просто и все. Ладно. Вот вам две с половиной, вы ж напарник. Все, я могу ехать. До свидания. Вот придурок. Ой, да, да, Петрович, согласен. Прикол так прикол. Я такого уже не бачу. Бачит всего идиота. Да это не идиот, Сань. Ты пока с ним говорил, то тебе вон с того куща на видео снимали. Видео уже на ютубе. Оце прикол. Как захочешь глянуть, видо называется «Гаишник-идиот берет невидимую взятку». Уже тысяча двадцать два просмотра. Комментарии уже пишут. Пишут, ци уроды уже даже невидимые взятки берут. А майорские генералы ему тоже невидимые дадут. А если он невидимого генерала остановит, то ему жезл в невидимую жопу. Так, хорош, хорош. Сейчас я пойду к цему придурку, ноги поломаю. О, вот так и пишут. Сейчас будет продолжение. Вот ты, Петрович, звезда. На, це твоя половина. Не, 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 а ты шо, ставь соби. Сейчас управление приедут собирать, то я ему свои грошенята отдам, а ты свои невидимые. Да я опять пружиню в зубовну. И ты нафиг. Мне, это директору, это директору, это мне, это мне, это мне, это районо. Это директору, это районо, это директору, это районо, это мне. Это на шторы. Да. Стучаться надо. Ой. Ой. Вы по поводу двойки вашего сына? Именно. Плохи дела у вашего сыночка. Приходит на занятия совершенно неподготовленный. Вот Димочка Зеленов, он молодец. То на ремонт класса денежки принесет, то путевочки учителям подарит. У него все пятерки. Понятно. Ну, что ж вы, Семен Вальдемарович, вы же успешный человек, вы же победитель проекта «Махач экстрасенсов». Вы должны понимать, что в школу надо приходить подготовленным. А я подготовился. О. Это что? Кукловуду. Оп. Что происходит? Сейчас объясню. Что вы делаете? Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Перестаньте! Перестаньте! Что вы делаете? Поклон. Нет! Нет! Не прекратите. А сейчас мы берем журнал. Журнал? Берем ручку. Я прошу вас. И пишет моему сыну. Двенадцать. По всем предметам. На всю четверть. Прекратите, я говорю. Все. А нет. Еще Зеленову. Двойки. Двойки. В четверти. На всю четверть. Все. Лохой Зеленов. Лохой Зеленов. Лохой Зеленов. Лохой Зеленов. Я это, короче, хотели... Какие люди? Здрасте. Тара-та-та-та-та-та-та. А что это за хрень? Помогите! У него кукла Вуду. Как? Неправильно. Оп. У меня две куклы Вуду. Тара-та-та-та-та-та. Перестаньте. Светлана, что-то не работает. Чувствую сильное защитное поле. Это защитное поле называется «Отка-спортвейн». Отберите. У него эти куклы. А, Бог мой. Ай-ай-ай. Сама можно сойти. А! Что вы делаете? А! Что вы не делаете? Прикол. А! Перестаньте. Прикол. Ух ты. Что? Прикрутите. Слушай, а я... А! Хотел вам давно сказать, я вас очень сильно люблю. Ну, вас и водку с портвейном. А-а-а! А я не знал, что вы такое можете. Это вообще-то не я, это кукла Вуду. Да ладно. Кукла у меня выпала сразу, как только вы меня обняли. А-а-а! А-а-а! Ну ладно, чё-то... Чё-то, чё-то... О, ты же хоро с тобой. Младший Сергей... Причина остановки. Ну, вообще-то есть небольшая причина. Например? Например, то, что вы сбили сотрудника ДПС. Ну и что? А чё вы докажете? Может, он просто сам бросился мне на капот? Девушка, вон, камеру видите? Это видеофиксация. Вам не удастся отмазаться. Ладно. А если... Так, мы можем сделать, что он, типа, устал и прилёг, или просто бросился на капот? Девушка, если добавить ещё столько же, запишем, что он уже раньше бросался на машину. А вот, пожалуйста. Спасибо. Я могу ехать? Сейчас, секундочку, я его от капота отберу. Ой, знаете, а может, не надо? Давайте его так оставим. Это же намного круче, чем крутые номера. Правильно? Ну так же ж нельзя. Он же живый. Вон, сердце ещё бьётся. Странно. Я думала, у вас нет сердца. Очень смешно. А я и не шутила. Девушка, дай ты на шатырь. Сейчас быстренько очухается. У меня нет аптечки. Нет аптечки? Тогда ещё 200 гривен. За отсутствие аптечки. Сейчас. Жека! Ваши документы быстро! Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты за что её устанавливал? За превышение. О! За превышение. Девушка, ещё 500 гривен за превышение. И счастливого пути. Спасибо. О! Спасибо. О, видите? Подсох и сам отпал. Счастливого пути. Спасибо. До свидания. На троих. У меня уже спина затекла целый день делать вид, что я работаю. А что я могу сделать? Тебе же сказали, она всё время пишет. Какой идиот додумался поставить камеру в нашем офисе. Добрый день, можно? Здравствуйте. Конечно, проходите. Присаживайтесь, милости просим. Прям так, милости просим? А что это вы такие гостыньи? Что, такса поменялась опять? Да какая такса? Если вы хотите проехать, предъявите документы, мы поставим печать и можете ехать. Хлопцы, да какие документы? Це ж я. Я ж на досмотр. Опция номер один. Прекратите, уберите деньги. Чтоб всё-таки поменялась такса, да? Не пять, а семь. Ну так бы и сказали, что вы починаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, шесть. Прячьте это немедленно. Умирите. Хлопцы, да я как же собака вас покусала? Да не кусали нас никакие собаки. Просто дайте документы и идите. Так... А, це розыгрыш, да? Нет. Це розыгрыш, да? Какой-то не розыгрыш. Нас камера снимает. Тобто... Рахев, привіт! Куми, привіт! Тобто, вы шо, стали честными таможенниками? Тож, значит, стали. Мы ими были. Да. Ну да. Хлопці, а оце... Скажіть, будь ласка, шо там треба для перетину кордону? Мы же вам сказали уже, шо вам нужно? Ну-ну-ну, скажіть, скажіть. Вам, для того, чтобы проехать, надо подать документы и оплатить госпошлину. Ага, госпошлину. І ніяких зборів-поборів? Нет, нет. Хлопці, а тепер скажіть, ми передаємо цей челлендж всім таможенникам України. Ти вообще уже оборзел, чтоли? Это видео никому не показывай. Та я шо, я теки колегам покажу, у нас там в группе 1500 автомобилей. Хай сюди! Следующий, пожалуйста, заходите. Любимейший я! Сюрикова! Ребята, у меня для вас важная информация. Я хочу посодействовать, так сказать, нашим органам в удушении коррупционного змея. Чего? Хочу взляточника сдать. Какого? В смысле, кого? Ректора театрального университета и всю его приемную комиссию. Понятно. Опять не поступило, да? Какой это уже? Тринадцатый раз? Филиппова, может, ты им че-то не то на экзамене показывала, а? Что я там только не показывала? Ты давай без этих подробностей. Не, ну я думала, шо просто там каждая деталь важна. Слушай, а шо ты там хоть играла? Шо, шо, классику. Прямо на экзамене классику? Да не, это, я играла, как его, Монтеки, Капулетти. Ага, а ты, значит, проститутчик? Че сразу проститутчик? Я, между прочим, к вам, как к нормальным людям, пришла. Филиппова, ну ты ж знаешь, что Джульетта, это 16-летняя девочка, невинная девочка. Ну? А ты, ты минимум в два, два с половиной раза старше, и в два с половиной миллиона раз опытнее. Это я понимаю, но почему-то Елена Степановна, 45-летняя Джульетта, поступила. Филиппова, мы тебя на прошлой неделе с негром взяли, тебе надо было эту, как ее, Дездемону репетировать. А мы, между прочим, все мы и репетировали, пока вы не, не зашли, не заломали его, заслуженного артиста Кенни, Да кто знал. Вот пока вы здесь сидите и бездействуете, там процветает коррупция. Ладно, поехали. Будем брать коррупционера. Брать будем на жирца. Ты, Филиппова, живец, иначе тебе... Поняла. Вот сколько раз зарекался с проститутками не связываться. Филиппова, вот что ты ему не отдала меченые купюры, а? Я же ему сказала, если вы меня не примете, то я вас ментам сдам. И он меня принял. Я сразу поступила на третий курс. Так же, ребяточки, мои синенькие полоночки, я вас так люблю. Вы такие мне хорошие. Филиппова, если ты еще раз заявишься в эту дверь, я тебе обещаю, мы всем отделением с тобой будем репетировать Каллигулу. Давай? А что, когда? Филиппова, пошла вон отсюда! Слушай, ну, с Каллигулой это ты загнул. Ты просто вчера смотрел. Чем закончилось? Наши победили. Чё-то я не понял. Меня же вроде гаишник останавливал. Да я тоже вроде видела. Да и ты вроде как немного выпил. Откройте дверь выйдете из машины. Ты это слышала? Да. Блин. Младший сержант Ступок, ваши документы. Ха! Ах ты, маленький сорванец, я тебя сейчас по попе настучу. Нападение на сотрудника при исполнении это усугубит то, что вы нарушили скоростной режим. Мальчик, а тебе не рано таким заниматься? А? Гражданочка, вы, между прочим, тоже не пристегнулись, так что не хамите. Слышишь, Вика, может, это карлик? А ты у него документы попроси. А, предъявите, пожалуйста, свои документы. Да. А вы отчаянный, с двумя нарушениями, начинаете конфликт. О, у вас еще левая фара не горит. Будем оформлять и решим на месте. Ну, зачем оформлять сразу? Давайте, конечно, договоримся. Давай. Вот, пожалуйста. Да тут даже на жвачку не хватит. Вообще уже оборзели. Вот, пожалуйста. О, другое дело. Все, могу ехать? Да, счастливого вам пути. Спасибо. До свидания. До свидания. Как он не унюхал, что я пьяный? Ой, Сташа молчил. Ладно, поехали. Ну, сынок, сколько получилось? Я не знаю, мы еще в школе такие цифры не учили. О, ничего, нормально. Пап, а ты мне купишь велосипед? Ты еще недельку потренуешься, я тебе должность куплю. А как же школа? А шо школа? Ты уже за день получаешь тысячи, чем твоя учительница за весь год. А сколько это? Ну, сколько, сколько. Главное, что много. Так, ну шо, готов? Так, Задание номер два. Проверяешь аптечку и запаску. Есть, сэр. Вот у меня нацепик расчет. Ай, молодец. На троих. Я вам сразу говорю, денег вы с меня не получите. О чем вы говорите? Какие деньги? О чем я говорю? Думаете, я вас таможенков не знаю. Сейчас начнете досмотр, прикопаетесь в какой-то мелочи и все, давай взятку, да? Какую еще взятку? Какую взятку? Я свои права знаю и законы я знаю и ничего вы с меня не поимеете. Вот зря вы о таможенниках-то. Так давайте видеть свою собаку или кого там пусть она меня обнюхивает и я уже спокойно пойду. Не будет сегодня собака, заболела она. А, вот началось, да? Собака заболела, поэтому я должен сдать денег на лекарства, да? Какие еще лекарства? О чем вы говорите вообще? У нас специально вот наняли человека. Магистр Тимофей, заходите, пожалуйста. Это, что такое? Это наше ноу-хау. Досмотр с помощью экстрасенса. Прошу вас, магистр Тимофей, проверьте его на предмет контрабанды. фу, о чем вы думаете? Контрабанду не вижу. Ну, вот. Порчу вижу. Сглаз вижу. Венец безбрачия вижу. Вот сюда его лучше. Контрабанды не вижу. это точно. Ну, вот же порча. Вот же проклятие. Воронка инферна. Контрабанды нет. Нет. Ну, что ж, нет так нет. Извините, счастливого пути. Простите, а что вы там говорили про эту воронку безбрачия? Не обращайте внимания. Идите, идите. До свидания. Ой, боюсь, не свидетесь вы больше. Ну, тогда прощайте. Скажите, пожалуйста, можно вот это все как-то убрать? Пожалуйста. Магистр Тимофей говорит, можно. Но, к сожалению, на это он потратит огромное количество невосполнимой энергии. Восполнить ее можно лишь немного с помощью финансовой помощи. Да, я что, не понимаю. Вот, пожалуйста, тут лишь бы убрать это все. Дерни за палец. Все, вы спасены. Точно? Абсолютно точно. Он меня так от аппендицита вылечил. Вот шрам. Спасибо вам большое. Слава Богу, я уже перепугался. Спасибо большое. Вот это служба. Ну, молодцы просто. До свидания. Частливо. А говорил, мы с него ничего не поймем. Оптимист. Слушай, а можешь в следующий раз без пальца, а? Слышно, да? Сейчас я проветрю, сейчас. Сейчас я эту магию разберу. Господи, что же это у тебя за магия такая, а? А соль с говядиной. Мурат. Доброго дня. Здравствуйте, я что-то нарушил. Нет, сегодня у нас акция «Чистые стекла». Стекла быстро покрываются пылью. Не успел их помыть, а они снова грязные. А ведь это может стать причиной ДТП. Теперь это не беда, потому что есть новый спрей антистатик для стекол всего за 99 гривен. Желательно взять два. Спасибо большое. Я только что на том посту два купил уже. Загрязненный воздух. Из-за отсутствия свежего воздуха постоянно болит голова. Что может быть хуже для внимания водителя? Предлагаем вашему вниманию освежитель воздуха «Экстра Фрэш». Если вы покупаете освежитель за 200 гривен, вы в подарок получаете леденцы от перегара «ГАИПО». «ГАИПО». Проверено лично. Спасибо. Я не употребляю алкоголь. За рулем болит спина? Просит массажера она. Ребята, я все это знаю. Я не буду вас ничего покупать. Все. Не хотите по-хорошему, да? А мы хотели. А никто не хочет по-хорошему. Ладно, будет по-плохому. Почему не пристегнут? Где аптечка? Где страховка? Ах, не тушите. Где это все? Что это? И штраф сейчас заплатишь. И настроение нам уже испортил. Ладно, ладно, понял, ребята. А что можно у вас купить, чтобы меня больше не останавливали? Только сегодня акция. Покупая массажер за 999 вы получаете одного гаишника бесплатно. На целый день. Он садится с вами на пассажирское сидение и вас больше никто не останавливает в течение всего дня. Креативные взяточники. Мы не взяточники, мы частные предприниматели. Ты знаешь, как нас сейчас тушат? Поехали. Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь. Я хотел бы оплатить штраф в ГАИ. Как это сделать? Вы можете оплатить штраф в ГАИ в кассе. Доброго дня. Платите? Не понял. Что непонятного? Вы же сказали, вы хотите оплатить штраф в ГАИ. пусть я представник ГАИ платить? Товарищ сержант, я вам еще на дороге сказал, что я взяток принципиально не даю. И вам я платить ничего не собираюсь. Не-не-не-не-не-не-не. Вы не так сказали. Вы сказали, что я на месте платить не буду. Я буду платить в банке. То есть банк платить? Я не понимаю. Вы что за мной следите, что ли? Да на шо? Ну мне не надо. Господи, ориентировочку на тебя кинул, который знаю в каждом твое рух. Можно даже сказать адрес твоей любовницы и жене. Все равно штраф я плачу. А на счет министерства внутренних дел? Во-во-во-во, дивись, министерство внутренних справ. Ну, нашу нам типа средники в лице банка. Давай напрямую, я вам платить ничего не собираюсь. Давай. По статистике, оплатить штраф сотруднику ГАИ напрямую гораздо выгоднее и быстрее, чем пользоваться услугами банка. Это же неправда. Ну, может быть. А то, что его права у меня, то там. Любим мы превышать скорость в нетрезвом состоянии, да? Я от своих принципов не отхожу. И штраф я буду платить только через кассу. Доброго дня. Вы что, думали, что кассир машину не водит? Ах, так. В таком случае я обращусь в суд. Точно. Точно. Решил? Решил. Давай. Алло, куме. Здорово. Ты зараз судья высшей категории? О, отлично. Да тут дело в том, что один хитро сделанный водитель решил заплатить государству гроши, минуя органы правопорядка в лице сержанта. Да, спасибо. Зараз тебе кину ориентировочку. Да, давай, давай. Мурро. Ну что, Ануфрий Иванович? Можно просто отец Ануфрий. Хорошо. Куда путь держим отец Ануфрий? В Монте-Карло. В Монте-Карло. А что это вы, батюшка, к азартным играм пристрастились? Грешно, грешно. Побойся Бога, еду венчать детей Божьих. Венчать, значит. А не много ли когора вы с собой взяли? Насколько я знаю, там по чайной ложечке надо всего. Ежели бы видел ты облик невесты той юродивой, ты бы сразу понял, что этого сосуда недостаточно будет. Значит так, вы едете на выездную церемонию венчания, да? Аминь. А как вы объясните наличие у вас двух золотых слитков? Это? Ага. Какие же это слитки? Это крестики для молодоженов. Какие крестики? Да вот, мы же золото осветили, а сплавить не успели. Вот надеюсь, по приезду сразу доделаю. Ага, понятно. Сколько везете с собой на личности? Сколько Бог послал, столько и везу. Батюшка, для декларации нужна конкретная сумма. Конкретная? Да. Сколько кому не жалко было, столько и сдали. А в цифрах сколько это? В цифрах? Одному Богу известно, сколько в цифрах-то это. Батюшка, а если мы сами откроем и узнаем? А не боитесь грех на душу взять? Боимся, но если мы шкатулочку не откроем и не узнаем, что там, то начальство на нас анафему нашлет. И тут такое чистилище устроит, и так что лучше сами нам скажите, сколько там? 200 тысяч долларов. Это же наш общак. В смысле, община собирала. Метрополит попросил вывести, пока этот кипиш не уляжется. Откройте. Ого! Долго собирали, наверное? Дня четыре. Смелее, батюшка, смелее. Можно еще одну пачечку кинуть, ага. Жертву на ремонт таможни. Дай вам здоровья. И вам тоже не хворать. А теперь, батюшка, сюда. Все остальное и вот эти недоделанные крестики. Вы что, совсем оборзели, что ли, супостаты? Батюшка, службы у нас, конечно, разные, но принципы работы одинаковые. Ага. подавитесь, я себе еще заработаю. Через неделю. Куда же вы, батюшка? Может, пенца? Идите вы. Вроде как, благословил это же имя. Спасибо. Да. на троих. Так. Псс. Все, тебя снимают. Я понял. Здравствуйте, лейтенант Петренко. Здравия желаю, майор Крыныця. А мне тут сказали, вы можете однодельца решить. Никакими делишками мы тут не занимаемся. мы занимаемся только серьезными делами. Вон у нас их сколько. И это только начало месяца. Ого-го, сколько много. Так может, одно дело убрать и вместо этого вот это. Заберите это. Ну, что вы, что вы, ведь никто же не узнает. Нет, так нельзя. Ой, да ладно, все так делают. Нет, не могу я так. Но за это же криминальная ответственность я бы взял деньги. не могу я так беру деньги. Ну, тридцатый раз мы с тобой репетируем. Ну, завтра же к нам проверка придет. Ну, не могу я так. Я как только их вижу, у меня внутри аж все горит. Ну, все, тогда мы не пройдем завтра проверку. Поздравляю. Да, пройдем, пройдем. Ну, давай еще разочек, а. Ну, сейчас точно получится. Выдержу я, выдержу. Я тут еще постоянно шепчу. Деньги, деньги, деньги. Я извиняюсь, мужики, а, может, хватит, я, я кушать хочу. Ну, подожди, подожди, давай еще разок хотя бы. Ты же у нас честный, правильно? Те поверят. Тем более, нам свидетель нужен. Давай разок еще. Ладно, давай последний раз. Ну, представь, что, что это не деньги, раскаленные угли. Так, все. Это не деньги, раскаленные угли. Камера, деньги здесь, в кармане. Готов? Да. Здравствуйте, лейтенант Петренко. Ну, зачем ты сказал, что они у тебя в кармане, а? Я же их чувствую. Все, мужики, вы, вы, конечно, извините, но... Хамло! Новое. Честное хамло. Давай еще раз. на троих. Госпожа судья, можно побыстрее? А вы не мешайте суду работать. Продолжайте, пожалуйста. Ну, госпожа судья, долго там еще? А что вы сбиваете судью? Она сейчас вот примет неправильное решение, и все. Пускай ознакомится со всеми материалами дела. Ну, госпожа судья, все. Суд закончил считать, ой, извините. Суд закончил осмотрение дела, и пришел к выводу, что доводы господина Крутенко выглядят более весомыми. То есть, земля моя. Да. Минуточку. В таком случае, я хочу приобщить к делу вот эти, так сказать, документы. Я протестую. Протест отклоняется. Протест. Протест отклоняется. Документы приобщены, и земля в центре достается господину Иванину. Я бы хотел приобщить к делу еще очень важное вещественное доказательство. Вот этот драгоценный металл. Ну что ж, чаша весов явно на стороне господина Крутенко. Одну минуточку. Раз пошел такой суд, я бы хотел приобщить, так сказать, к делу вот эти драгоценные камни. Итак, беспристрастная Фемида постановляет, что дело выигрывает господин Иванин. Секундочку. Приобщите, пожалуйста, к делу вот эти документы, подтверждающие собственность островом на Мальдивах. Тогда земля, конечно же, достается господину Крутенко. Я вас очень прошу, секундочку. Давайте приобщим к делу вот этот новенький Порш. Ну что ж, господин Иваненко, я вас поздравляю, земля. Ну что ж, давайте уже приобщим к делу и этот Гелендваген, и BMW X5, легкое БУ. Что вы себе позволяете, слушайте. Зато хороший тюнинг. Прошу вас. Ну вот, снова Фемида на стороне господина Крутенко. Секунду. Золото. 999-я проба. Пожалуйста. Господа, у вас еще есть какие-нибудь материалы, чтобы приобщить их к делу? А, есть. Вот, обручалочка. Пожалуйста. Неплохо, конечно. Теперь суд готов вынести решение. Рассмотрев все материалы дела и приобщив их к делу, постановляю передать землю государству. Как государству? Что тут происходит вообще? Поскольку я представитель закона, значит, государство это я. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Скажите, а здесь точно знают? Ну, конечно, знают. Это же аптека. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Нам бы от кашля таблетки там или сироп, не знаю. А какой конкретно кашель? Конкретно такой неприятный, такой противный даже. Такой мужчина, ну это же не симптомы. Сухой или влажный? А это важно? Ну, конечно. Ну, вот такой. Это сухой. А, это сухой. Сухой. И что с ним делать? Увлажнять. Увлажнять. В смысле увлажнять? Ну, какие-то отхаркивающие принимать. А, отхаркивающие. Да. Ну, давайте, а что вы ждете? Так этого мало для выбора препарата. Надо же понять, есть выделение или нет. А, нет, выделений нет, слава богу, с мочевой системой все нормально, правильно? Да вы что, при чем здесь это? Я про мокроту. А, когда есть, когда нет. Ага, иногда бывает, иногда нет. Вот я посоветую вам вот такой препарат. Ага. А он один? Есть какие-то заменители? Вашему другу именно такой и подойдет. Ага. Какому другу? Ну. Да нет, это мой лечащий врач. Лор. Ухо-горло-нос по-вашему. Понимаете, я в институте эту тему прогулял, а нам в клинике интернет отключили за него плату. Спасибо вам большое. И вам, доктор, спасибо. А, молодой человек, спасибо, это, конечно, хорошо, но, понимаете, действительно. Благодарю. Удачи. Не болейте. Спасибо вам большое, ваша доля. Ну, тогда обращай. А куда я денусь? Интернет не скоро отключат. Ну, до свидания. Ага. Матрарик. Ну, и зачем вы меня в сию комнату позвали, добрые люди? А вы не догадываетесь? В декларации вы указали, что ничего с собой не везете запрещенного. Это так? Ну, так и есть. У меня даже багажа нету. Видите, одна сумочка спортивная. Я же на один день туда и назад. Угу. А цель поездки? Пешая прогулка по Польше. По святым местам. А по нашей информации, вы везете с собой драгоценности и антиквариат. Откуда? Я честный человек. У меня ничего нет. Вот вам крест. Золотой? А как же. Я просто очень верующий. Может, у вас еще иконы есть какие-то древние? А как же без них-то? Как в дорогу отправляться без святого Спиридона, без Николая Угодника и Архангела Михаила? Как без них? Они мне в дороге помогают. Это же 14-й век. Э, 13-й. Пойду водички попью. Ага. Если можно, и мне плесните, пожалуйста. Я только из сией чаши пью. Она мне жизненную силу прибавляет. А камушки настоящие? Конечно. Рубины, сапфиры, изумруды. Бога ты не обманешь. Ага. И как вы с этим всем собираетесь через границу проходить? А у меня и для вас обереги имеются. Может, с их помощью? Интересно. Спасибо, Николушка. Спасибо, Спиридонушка. Ну и вы спасибо скажите. Франклину всеразрешающему и гранду на все глаза закрывающему. Сумочку вам помочь донести? Спасибо. Это мой кредит. Сам это несу. Девушка, мне срочно буду улететь из страны. Вы заказывали тур на чью фамилию? Девушка, я прокурор центрального района. Мне без заказа и желательно на чужую фамилию. Поняла. Куда оформляем тур? Да все равно, лишь бы меня не нашли. Ну смотрите, у нас среди прокуроров, судей и депутатов сейчас популярны и непопулярные направления. Европа. Не-не-не-не-не-не-не. Европа отпадает. На дачах меня будут искать в турне очередь. Хорошо, в каких странах у вас нет дачи? Я не помню, девушка, теряем время. Африка? Африка тоже нет. На дачах у Кума меня тоже сразу найдут. Ну тогда Таиланд. Там, между прочим, за определенную плату могут поменять пол. Девушка, 15 минут назад мне чуть бесплатно пол не поменяли. Еле убег. Чуть не иллюстрировал. Девушка, время. Есть эксклюзивный вариант. Россия, Ростов. Проверенное место. Россия, Ростов? Я что-то слышал об этом. Да, давайте Ростов. Кстати, а сколько денег из страны можно вывезти? В долларах, знаю, до 10 тысяч. А это что, мне получается? 900 раз туда, если да, нужно оботнуться. Ну, вы можете перевезти на карточки. Точно на карточки. А грузчики у вас есть? Зачем? Чтобы пока мы тут оформляем, а не из фуры в банк деньги на карточку занесли. Ну, мы вообще-то турагентство, но за определенную плату мы предоставляем определенные услуги. Профессиональный подход. А на счет Ростова часто туда отправляете? Сейчас по 5 чартеров в день и, честно говоря, спрос не падает. А обратный билет? Пока никто не заказывал. Логично. Вот вы где, Виктор Семенович. Ну, вот взрослый, солидный мужчина, а бегаете, как мальчишка. Не успел. Ну, вот что вы такое говорите? Я за залогом. Суд обязал, а вы забыли внести. Точно. Забыл. А вот же он. О, вот же он. Очень хорошо. Виктор Семенович, вы не делаете, как все. Может, даже на работу опять устроитесь? Судя, спасибо. 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 В Европу. На дачах пока отсижусь. В Ростов мне рано. Какие расходы? Ну, давай. Давай. Так. Тяни. Так. Опа. Помощник депутата. Опа. Ты понял? Глава Печерского суда. Понятно. На. На, иди, працюй. Сейчас я отого гончика пасами и помидоры. Иди сюда. Подожди, крыльца. Да что такое? Нет, нет, нет. Ты что делаешь? Ё-моё, вот ты придурок. Дурок. Ну? Ну? Ничего не понимаю. Подождите, подождите, подождите. Вы же меня остановили? Остановили, это нормально. Нормально. Теперь нужно сделать что? А? Не, 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 не. Нет. Нужно представиться. Ну, давайте, вместе со мной. Добрый вечер. Добрый вечер. Инспектор. Инспектор. Ну, фамилия? Крыльца. Петрыкин. Вот, прекрасно. Крыльца. Петрыкин. А дальше что? А? А? Нет. Нет. Дальше нужно рассказать причину остановки. Так, успокоились. Давайте вместе со мной. Причина остановки. Причина остановки то, что мы идем. Абсолютно. Это понятно. Ну, я имею в виду, поустал. Давайте, давайте. Причина остановки превышения скорости. Молодцы. Молодцы. Ну, а дальше? Не, 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 не. Да нет. Нет. Дальше нужно, ну, дальше-то нужно оформить протокол. Ну, вот, начинается. То есть, оформлять не хотим? А, предлагаете договориться? Да ладно, расслабься, это нормально, все так делают. А я говорю, договоримся. Вот, держи, держи, держи. Ну, хватит? Ну, как же хватит? Ты же с напарником. Вот, и напарнику нужно. Давай, не стесняйся. А теперь, сейчас ловит дорога. Вот. А теперь мы разворачиваемся. Да вы что? Нет, 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 ребят, это было еще до реформы. Сейчас мы бежим на перегонки прямо в управление. Там рассказываем, что остановили полковника и взяли у него взятку. Да, 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 бежим. И кто первый прибежит, остается работать здесь, на посту. А кто вторым, будет работать в новой полиции. Ну, что ж, на старт, внимание, мать. Мать вашу, что ж вы такие быстрые, как по носу? Да. Все-таки это до реформы. Интересно. Понятно. Ну, поехали. Здравствуйте, доктор. Сюда нельзя, идет дезинфекция. А, ну и хорошо. Ну да. Дезинфекция идет. Давай, заходи давай. Нельзя сюда. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Нам нужна срочная операция. Как срочная? Срочная операция у нас проводится только за деньги. Деньги-то у нас есть. Просто кто-то любит их глотать, да? Объясните, что случилось? Что случилось? Да вещдоки он сожрал. Мы на секунду отвернулись, он взятку проглотил. Целиком. Ну, привычка. И много проглотил? Да, пару тысяч. 25 тысяч долларов за решение земельного вопроса. Ну, это доктор узнать не обязательно. Ну, что, пускай знает, мало ли. Доктор, поймите, такая сумма мечными купюрами у нас одна на все отделение. А из-за этого мы не можем других взяточников ловить. Помогите. Ладно, давно он проглотил. Ну, где-то полчаса. 35 минут прошло уже. Ну, теоретически еще не должно было перевариться. Так, ну, давайте тогда будем делать операцию. А может, клизму? А, кстати, вам доказательства нужны целые? Ну, Ну, тогда только операция. А, кстати, он вам живым нужен или, ну, в смысле, с наркозом делать или без? Как, как, конечно, с наркозом. Наркоз у нас платный. Денег нет. Там 25 косарей. Можно доктору соточку всего на носить, а? Нельзя. Соточку всего. Это коррупция. Что делать? Ладно, 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 давайте сделаю в долг. После операции оплатите. Так заодно у меня какая-то мотивация появляется, чтобы вы выжили. Ну, вот и. Давайте, давайте, ложитесь. Спасибо, доктор. Я на входе покараулю. Доктор, там на самом деле 26 500. Полторуха можем раздеребать. Разберемся. Заходите, заходите, офицер. Уже почти. Вот она. Вот, держите. Пересчитывать будете? Нет, я видел, как вы их достали. Кстати, вам повезло, что он в пакете глотнул. Так бы не сохранились. О, кстати, это еще что? Документы какие-то? У нас есть копии этих документов, можете их обратно зашить. Хорошо. О, вот еще какие-то документы. О, вот эти файли. О, вот это интересно. Ага. Держите. Спасибо. Так, что это? Что это такое? О, деньги ваши? Нет. Наверное, его. С перепугу, наверное, сожрал. Это, кстати, вам за наркоз. За наркоз маловато будет как-то. А вы покопайтесь в нем еще. Он много чего там сажал. Когда ворвались, он все, что на столе видел, все съел. Ну, хорошо. Если вы не возражаете. Да, конечно. Немножко покопаемся. Что это? Степлер? Да, это ж как-то испугался-то, а? Так. О, чашка. Прикольная. Блин, жалко без моего имени. Ладно. Да, ты что? О, лимончик. Дезинфекция. Так, что еще? Так, а ну стоять. Хэндэхох. Руки, руки, я сказал. Руки. А? Выкладываем, выкладываем. Я смотрю, тебе заняться вообще ничем, да? Я напоминаю, что мы отстаем от плана. А когда это у нас план появился? Когда я взял кредит на квартиру. Тогда и появился. Я только за, но я же не виноват, что водители отказываются платить. Отказываются? Значит, надо стимулировать. Понимаешь? Это как? Короче, план такой. Ты переодеваешься в обычного водилу, я привожу сюда настоящего. Пока меня нет, ты ему жалуешься на то, что таможня вообще охренела. Взятки берет, штрафы подняла вдвое. Водила. в шоке. Понимает, что ему еще повезло и спокойно расстается с денежками. Понимаешь? Конечно. Что-нибудь понятного, начальник? Едем, не едем, что на? Едем. Только бензобак закрой, а то бензин расплескаешь. Давай, переодевайся. Да, да. Здрасте. Здрасте. Досмотр тут проходит? Тут, тут. Заходи, вместе подождем. Ага. Я, кстати, Толик, обычный водитель. Игорь. Очень приятно. Я самый обычный водитель. Вот самый, что ни на есть обычный. Езжу тут уже давным-давно. Правда, смысла я не вижу уже кататься здесь. Эти таможенники совсем озверели. Ух ты. Знаешь, сколько с меня взяли? Сколько, сколько? Вот сколько захотели, а? Ух ты. И кто это такой добрый инспектор тут? Кто, кто? Сиренка этот? Как, как? Сиренку. Я прошу прощения, можете записать? Записать. На, сиренку. Не запомню. И имя, отчество. Имя, отчество. Пожалуйста. Вот он. Вот он. Ну, наверняка же этому сиренка еще делится с кем-то. Конечно, что думаешь, он все себе забирает? Пик там. В область дай, в район дай, в центр отчиняй. А кому? Кому? Там такие фамилии работают, что я тебе лучше на бумаге напишу. Запишите, конечно. Нюк. Имя, отчество. Нюк. Ого. Ого. Интересно. А тут святые люди работают. Я-то раньше на них жаловался, а сейчас скучаю за прежними тарифами. А какие раньше были тарифы, а? Раньше? Да. Золотое время. Вот столько платишь и без досмотра хоть танк провози. Ух ты, всего столько было. Интересно, интересно. Слушайте, вы такой опытный водитель. Да. Можете автограф на память оставить? Вот тут. Могу, а чё ж не откат. Нет, здесь, Так, и, да, что? Ой, и дата, и подпись. Это привычка старая. А это я удачно зашёл. Ага. Ага. Слышь, а не заходил сюда такой вклечатый рубаш? Заходил, ваш водила, заходил. Всё ему расписал, как договорились, сколько платить, кому заносить, фамилии, должности. Ты кому? Ты кому это сказал? Ты хоть понимаешь, кто это был? Кто? Журналист из этого долбанного инсайдера. Как, как журналист? Это чё, меня уволят теперь, да? Да кому-то нахрен нужен? Уволят. Тарифы нам поднимут в два раза. У меня так уже было два раза. Ты чё, без выходных теперь работать, что ли? Это у меня не то, что без выходных. Ты у меня без сна и еды работать будешь. давай переодевайся. Да что ж такое, а? А ты... Ещё. И откуда вы только берётесь? На тебе! На, 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 на. На. Вот это позатонирует окна, ни хрена не видно, кто там, кто там. Что, не видно тебя, да? Я специально ещё шумоизоляцию поставил, чтобы вы меня, мудаки, не слышали. Мудила! Да слышу я вас, у вас люк открытый. О. Блин. Открывайте окно. Лачий сержант... Секундочку, секундочку. Теперь то же самое на камеру, пожалуйста. Да уберите камеру. Вас можно снимать. Давай, готовься к славе, звезда Ютьюба. На, на. Итак, причина моей остановки. Как вы успели заметить, я пристёгнутый. У меня вон аптечка, огнетушитель, в ухе гарнитура и сижу я, мать твою, в детском кресле. Причина остановки. Вы моего напарника сбили. Тихо, тихо. Я думал, он картонный. Да какой же он картонный? Мягкотелый, то да, но чтобы картонный, то нет. Что будете оформлять по полной, да? Сто баксов есть? А, есть, да. Давай. Пожалуйста. Всё, запишу, что ты пешехода не пропустил, и я вынес тебе устное попереджение. Ага, спасибо. Я могу ехать. Счастливого пути. Да, удачи. Счастливо. Тихо, 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 Петрорий. Ты молодец, Петрорий. Ещё пару раз вот так вот выскочишь на дорогу, мы месячный план за неделю, Ну что, водички, не работай. Волочки. Не, водички. Не страшно, Волочки. Да я знаю, что страшно. на троих. Так, Холя, давай, улёгся быстро, а то я тебя свяжу, как в прошлый раз. Здравствуйте, Егор Григорьевич. Здравствуйте, Виктория, как вас там? Почему так срочно вызвали? Я не понимаю. Вы же меня разбы... В смысле, оторвали от совещания, а между прочим, идёт, решается судьба страны. Понимаете, это как бы не я вас вызвала, а вот. Егор Григорьевич Хабарченко. Да, что случилось? Вы задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Так, меня ещё никто деньги не выманивал. молодец, Виктория, как тебе там? Что там у нас? Ремонт? Шторы? Понятно. Что вы такое говорите? Да мы сами за свои деньги делаем ремонты в нашем детском садике. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Очень смешно. Согласитесь. Очень смешно. Что-что? Ой, детки, кажется, зовут. Подождите. До свидания. Подождите, Виктория, как вас? Что, Поленька, что? Что-то произошло, я не понимаю. А это вы мне сейчас объясните. Смотрите, это рисунок вашего сына. Он называется дом, в котором я живу. А, ну и что в нём такого? А то, что в декларации вы указали, что у вас однокомнатная квартира и москвич, а на рисунке трёхэтажный особняк и гараж на пять авто. Ну какие пять авто? У меня однокомнатная квартира, абсолютно правильно. А у мальчика очень бурная фантазия. Вы знаете, мы проверили его фантазию и она оправдалась. У вас действительно трёхэтажный особняк. Нет, 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 голубчик, вы ошибаетесь. У меня нет никакого особняка. В нашей стране, может быть, и нет. А вот на Мальдивах есть. Мальдивы? Господи, где это? В Малайзии, что ли? Очень смешно. А как вы объясните этот рисунок? Ну что... Ваш сын назвал его «Как я провёл лето». Ну что, ну, остров, парашюты, очень красиво. Да? Ну, как видите, он провёл это лето не с бабушкой и дедушкой в деревне, а с вами, прыгая с парашютом с отеля Бурдж-Аля-Раб. Бурдж-Аля... Боже мой, да мне это и не выговорить никогда в жизни. Послушайте, голубчик, я же не сказал вам, я тоже неплохо рисую. Разрешите продемонстрировать. Этот рисунок я называю... Давайте всё забудем и разойдёмся по домам. Очень талантливый рисунок. А что вы говорите? А знаете, что я вам на него отвечу? Пожалуйста. Угу. Вот. Вот так. С конфискацией. А я знаю эту игру. Да-да-да. Я ставлю сюда крестик, а вы? А я вам тогда сразу поставлю два нолика. Эээ, два нолика сразу нельзя. Это... Почему же нельзя? Поедемте к нам в галерею. Я познакомлю вас там с такими же талантливыми художниками, как вы. Они вас обучат интереснейшей технике лепки из хлебных мякишей и резьбе по дереву. Поедемте. Поедемте. Ну, давайте. Виктория, как вас там? Что ж вы меня знали? Молодой человек, давайте, я договорю, мы просто... Хапула! На троих! Да-да. Гидриха Аристарховича, я, конечно, дико извиняюсь, но вы что, спите с преподавателем биологии? Кто вам сказал? В смысле, что за вздор вы нечете? А почему тогда у нее в кабинете биологии появился какой-то новый прибор? Это не какой-то прибор, это очень нужный прибор, который она давно просила. Это аппарат, который служит для демонстрации всасывания воды. У нее для этого есть цветы! Да вы успокойтесь, не нужно так нервничать, вот попейте водички, пожалуйста. Успокойтесь. Не хочу я воды! Я уже год как прошу у вас вытереть деньги на рефлекторную колонку для дистиллизации, а мне приходится постоянно просить у нашего трудовика самогонный аппарат. Успокойтесь, не нужно так реагировать, вы же такой ценный специалист. Поймите, существует определенный график закупок, и этот ваш рек фак шмак, извините, не запомнил, к сожалению, не входит в этот график, понимаете? Я поняла. Ну вот хорошо. Я все поняла. Да. Ради рефлекторной колонки я готова на все. простите, я... Наверное, это очень нужный аппарат. Я думаю, мы теперь внесем некоторые изменения в график закупок. Давайте, я помогу вам. Можно? Спасибо. Здрасте. Что вы говорили? Реактивы? Я говорю реактивы. Да, и реагенты. Да, да. Ой, у вас ширинка на спине. Да, да, ты случайно разошлась. Что вы хотели? А, Генри Христархович, нам вот так вот нужен новый токарный столок. Послушайте, я уже говорил вам, что все закупки у нас исключительно по графику, по графику и по графику. Ну, а она же как-то свой вопрос решила. Ну, она, она, у нее как бы для этого есть все. И я решу. Да, что ты пугаешься, ну, только 250. Поговорить надо. как вы меня напугали. Может быть, я же не пью. В порядке? Да. Теперь багажничек откройте. Что-то случилось? Нет, плановая проверка. Хорошо. Только я прошу вас, пожалуйста, ребята, без паники. Разберемся. Ни хрена суби. Ущипни меня, мне кажется, что я сплю. Ребята, ребята, закрой рот, даже, чтобы я тебя не чувств. Сколько денег? Ё-моё, ТДВ, а? Это же даже, если все правила он нарушил, у него все равно половина останется. Слушай, давай ему запишем, что он все правила два раза нарушил. Давай. Сколько всего ж накупить можно? Господи, я себе сразу куплю телескопический двухметровый жезл. А зачем тебе таки? Сразу две полосы останавливать буду. Круто. А я себе частный поздно и открою. Толково, толково. Слухай, а шо я парюсь? Поздравь меня, я новый замначальника обл. ГАИ. Получается, шо я тоже? Кулега. Кулега. Ребят, вообще, это не мои деньги. Кулега, шо это не твои деньги. Потому ж они теперь наши. Наши. Ребята, 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 это деньги Михаила Петровича. Какого Михаила Петровича? Того самого Михаила? Да, Михаила Петровича. Так раньше вроде Олег собирал. Сегодня я за него. Только начали, да? Да, три поста проехал. Ну, вы же ему и наши передайте доли, чтобы мы на бензин не тратились. Да, вот, я тут свою справа положу. Пожалуйста. Хорошо, ребят. Привет Михаилу Петровичу. Обязательно передам. Все, удачи. Счастливо. Счастливо. Здравствуйте, коллеги. А стучать вас не учили? Я, ваш новый директор, меня прислал Огорыну. Садитесь еще, гораченький. Присаживайтесь. Садитесь. Так, сидеть! Нам хана. Все возможно. Но для начала вы должны вернуть все, как было раньше в нашей общеобразовательной школе. Маленькое уточнение. понимаете, у нас не просто общееобразовательная школа, у нас школа с экспериментальной системой обучения на полном самообеспечении. Вы знаете, я читать умею и табличку видела у вас. Это дети наши делали. Ваш эксперимент закрывается. Им уже надоело закрывать глаза на ваш этот существующий бардак. Так, во-первых, отныне столовая будет работать с 12 до 4. а не как у вас до последнего клиента. Подождите, а как же алкоголь? Не, ну пиво-то... Ну все, надо закрывать столовую, она не имеет смысла. маленькое уточнение. А заказы на свадьбы, на похороны можем принимать? Это да, так работают все школы. Ну хоть что-то. Так, учителю музыки мы возвращаем зарплату, а не процент от заказанных песен. И работать он будет в своем кабинете, а не в столовой. Ясно? Спасибо. Бедный Моисей, он же только как человек жить начал. Так, оценки мы в аттестате ставим за успехи, а не за деньги. Слушайте, может, ну хотя бы 50 на 50? Нет. Маленькое уточнение, а может бартер как раньше, сало, молоко? Нет. Суровые годы. А денежки на ремонт школы мы наличкой собираем? Конечно, да. Только эту наличку мы тратим на ремонт класса и ремонт школы. Они будут тоже трудны. Ну все, с завтрашнего дня мы обычная общеобразовательная средняя школа. Маленькое последнее уточнение. Хотелось бы показать вам замечательную папочку, где собраны все доходы нашей экспериментальной системы обучения. это за год? За месяц. И в долларах. А вот это вот, полюбуйтесь, пожалуйста, график кривая успеваемости наших учеников. Вот смотрите, она же теперь прямая и прямая вверх, потому что все хороших учеников премируют за счет плохих учеников. это возмутительно. Как они могут закрывать такой гениальный эксперимент? Вы же, вы же новаторы. Наконец-то наше украинское образование будет востребовано в Евросоюзе. А это же совсем плохие деньги. Все следить. Доброе время суток вам. Здравствуй. Сын мой. А шо ж ты вы, батюшка, включил и левый поворот, а повернул и направо, а? Ну так, пути Господни неисповедимы. Так, Петрович, Петрович, давай отпустим. Ну, это же шутки Божий человек. Проклянет еще. Перед законом все равны. Батюшка, а может у вас и аптечка имеется, а? Меня Господь Бог бережет. Вас-то да. А вдруг что на дороге случится? Як вы помощь окажете? Ну, на то воля Господу уже. Да, не прикопаешься. Так, Петрович, ну отпусти, ну не бери грех на душу. Ты шо, тут стопудовых двести гривень. Ого, двести? Да. А че так дорого? Так я ж не один, я ж с напарником. Ага. Батюшка, а что с едва с алкоголем ткнет? О, побоися Бога, сын мой. Это я святое причастие принял. Ага, я понял. Ну, все равно придется вам пройти экспертизу. Я за трубочками. Ага. Ой, нехорошо все это. Грешен, сын мой. Грешен, батюшка. А ты знаешь, что с грешниками в аду делают? Не знаю, батюшка. А это со всеми или только с гаишниками? Со всеми. А гаишников еще и... ну вот, что за жизнь, батюшка? Что значит, ты взятку не возьмешь, тебе начальство это самое, а возьмешь так, тебя потом там... Батюшка, может, мы как-то договоримся? В смысле? Ну, по-людски как-то порешаем. А, ой, ну, не знаю. Может, как-то может. Не знаю, не знаю. Ну, я думаю, гривен четыреста потянет это. А шо ж так дурно? Так я ж не один, я ж с напарниками. Это... Я тут, а там троица. Ага. Ага. Ну, тогда, значит, вот. И вот это... Конечно. Замолуем. О, о. Замолуем, Славич. Спасибо. Повезло вам, батюшка. Ага. Не нашел я трубочек. Давайте, может, так. Двести гривень, та езжайте соби с Богом, а? Двести? Ну, а че в ней? Вот и добре. Счастливой дороги вам! С Богом! Ага. Монашкам там привет передавайте! Да, да, да. Обязательно. Обязательно. Так, Петрович, ну иди сюда. Шо такое? Ну иди сюда. Шо такое? Иди сюда. Шо? Это моя доля. Ты верующий? Верующий. Бог подаст на вас. А ты знаешь, что с гаишники могут подуть? На троих. Я тебе сказал, если ты не решишь этот вопрос в течение часа, я тебе глаз на жопу натяну. Мне? Тебе, тебе. Все, давай. Здрасте. Здрасте. Софья, а как вас там? Николаевна. Я надеюсь, причина моего вызова более серьезная, чем ремонт школы. Потому что мне пришлось отложить такие дела, что там не то, что на ремонт школы, там на всю вашу школу хватит. Я вызвала вас по поводу успеваемости вашего сына. Поправочка. Не сына, а внука. Да-да, в вашей школе учится мой внук. Внук? Угу. Вы хорошо выглядите. Спасибо, я знаю. Коленька, дай ей визиточку моего пластического хирурга. За пару десятков тысяч долларов будете выглядеть на 25, как я. Вообще-то мне сейчас 25. Ну ладно. Что по поводу внука? Ваш внук, Дмитрий Жлобов, безответственно относится к учебе. Контрольные за него решают отличники, а портфель носят старшеклассники. А он целый день сидит в своем телефоне с тупым выражением лица и ничего не делает. Вы что-то сказали? Я говорю, если так дальше будет продолжаться, то я ему поставлю неуд за год и ничто меня не остановит. Угу, угу. Коленька, отдай мне портфельчик. Я что хочу вам показать, Софья, как вас там? Николай. Угу. Так, вот. А, нет, это не тот. Да. Вот. А, это Семенова. Угу. О, да. Читайте, только эта информация конфиденциальная, это подарок Димочке на окончание школы. Подождите, аттестат об окончании средней школы ученика 11 класса Жлобова Дмитрия? Именно. Все отлично? И по моему предмету, по истории? Подождите, подождите, но он же сейчас только в 6 классе. Как такое возможно? Возможно? Софья, как вас там? Возможно? Эх, раз уж прошла такая пьянка, то еще кое-что вам покажу из Димыных достижений. А, да, вот. Красный диплом? А, звучит. Об окончании университета? Да, как же так? Зачем же он тогда вообще в школу ходит, если у него есть и аттестат, и диплом? Ну, как же? А я в Раду зачем хожу? Потому что ходить это полезно. Эх, раз уж мы так с вами разоткровенничались, смотрите, тоже для Димки. Удостоверение народного депутата Верховной Рады Дмитрия Жлобова. Ну, конечно. Кто же о вас, о народе, подумает? Вот мы, Жлобовы, и думаем. Дмитрий Семенович, вы на массаж опаздываете. А, сегодня простата? Да. Ну, что ж, до скорых встреч. Надеюсь, что нет. Коля, оно закрыто. Простите, Дмитрий Семенович, еще раз. Напугал меня. Скажу в классе, что Дмитрий Жлобов стукач. Может, хоть дети его научат. Старший инспектор ПДД Петрыкин. Девушка, вы куда несетесь? Там знак 60 километров в час. Ты вообще знаешь, с кем ты разговариваешь? Сейчас с вами разберутся. Началось. Давайте, кто у вас там? В Сирии меня остановили менты, что мне делать? Уточните, новые менты или старые? Старые. Поднесите устройство к старому менту. Причина остановки. Превышение скорости на 70 километров в час. Наказание, лишение прав. По моим данным, штраф от 100 до 1000 гривен. Ты давно правила читала? Секундочку. Идет обновление базы ПДД. Долго там еще? Не удалось установить связь с интернетом. Вот так вот. Начальник, извини, может, как-нибудь договоримся? Это уже другой разовор. У нас, между прочим, тоже свои гаджеты имеются. Прием, Серегеич! А сколько у нас, значит, за превышение скорости на 70 километров в час? Че? лишение прав на полтора года или тысячу штрафа. Спасибо. Поняла? Окей. Начинаю. Поет денег. О! Так тихенько, шо ж вы делаете? Прием. Серегеич, а где нам можно в двох поездить и выпить на тысячу гривень? Че? Маршрут построен. Два километра прямо, затем налево. Понял? Все, девушка, счастливого пути. Больше не нарушай. Дура, ты серенький. Что, телкнуться на лэпч еще? Да, так от дурова все. Ну, красиво. Давай, заходи. Да, человек. Вот, взяли, банк ограбили, сообщникам полмиллиона долларов вынесли. Угу, деньги нашли. Да, если бы так все просто. Деньги они спрятать успели. Не сознается, падла. Спрятать? Да. Полмиллиона, это ж прекрасно. Что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Коварство какое, а? Ты, неужели ты не понимаешь, что эти деньги должны были пойти на выплаты честным людям, пенсионерам, другим госслужащим? Ну, я сейчас тебе... Ну, вы его допрашиваете, только в рамках закона. В рамках закона? Я пойду с его собственником пообщаюсь. Не волнуйся, уж я-то его раскалю. Ты меня здесь... Все, 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 успокойся. Садись, садись, извини, извини. Что? Понимаешь, о чем я? Ну, другим госслужащим. Не, что ты не втыкаешь? Да, что ты не втыкаешь? Ну, милиции, что ты думаешь, деньги не нужны? Особенно доллары. Сечешь? Что ты, не секу. Ты что, собрался в камере до конца дней своих сидеть? Да не, конечно. Вот и я, не собираюсь в своей хрущевке до конца жизни париться. Я хочу двухэтажный, а может быть, четырехэтажный дом, желательно в Ницце. Мы же друг другу можем помочь. Помочь? Помочь искоренить коррупцию. Так нет же! Приходят вот такие, как они, и начинают воровать, воровать, воровать. Ну, ничего, сейчас я тебя, как двинул, на рамки закона сдерживают меня. Что там, второй? Молчит пока. Молчит? Слышал? Его дожимайте пока, а я еще пойду с ним пообщаться. А ты у меня заговоришь! На, помочь! Ну, давай, думай, быстрее думай. Я же пожить хочу. Мне же еще до смерти нужно хотя бы разочек в Париж съездить. Куда съездить? Съездить по роже твоей наглой, но не могу. Рамки закона сдерживают меня. Что там, второй? Вроде как пошел на контакт. Пошел. Надо читарь, дожать этого, сейчас муха. Пошел твой дружочек. Все начал рассказывать. И ты сейчас... Все, 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 все. Давай, давай, думай быстрее. Я предлагаю так, 50 на 50. 50? 50 чего? 50? 100 или 150 раз тебе говорить, что чужого брать нельзя. Нельзя, понимаешь? Нельзя! О, что там, второй? Что? Все рассказал? Все сказал? Где деньги, сказал? Сумка под мостом. Все знаем мы, знаем. Сейчас наряд собакой отправлю туда. Дойдем. Наряд подождет. Слушай, Гошенко, форма такая красивая у вас. Ух. А мечта у тебя есть, Гошенко? Есть. Ну? Мир повидать хочу. Хорошая мечта. Так что, может быть, чего-то не хватает? Не хватает. Сотрудников честных не хватает нам. А так все хорошо. Пойду вызову наряд. Мозгов тебе не хватает. Понабирают. Объявляю, в эту полицию работать несколько. На троих. А в детстве мы об этом только мечтали. Доктор, здрасте. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что я очень и очень больной. Ага. За это, конечно, спасибо, но давайте я буду решать, насколько вы больной. Доктор, понимаете, это вопрос жизни или смерти. Ага. Ага. Вот ты где. Думаешь, тут тебе помогут, да? Симулянт хренов. Вика, ну какой симулянт? Он доктор говорит, что я очень больной. Что ты говоришь? Да ты здоров, как бык, на тебе пахать можно. А, девушка, на самом деле, я бы на него не кричал, ему сейчас нельзя нервничать. А что ж такое? Он что, беременный? Нет. А что тогда? Это ему нельзя бухать с друзьями. Сейчас стать по бабам нельзя, а все остальное? На самом деле, у него очень сложное заболевание. Очень сложное, да. Ага. Интересное, заболевание чего? Эээ, руки левой. Ой, ой, А вы уточните, может, у него обе руки левые? С такими заболеваниями не шутят. Не сутят. Ах, не шутят, ну хорошо, тогда я буду приходить проведывать его, приносить еду, фрукты всякие. Не, не, нельзя никак, доктор сказал, что я лазусь на ЗОСКИЙ карантин. А, да-да-да, да-да-да, сильно вирусное, передается заболевание, нужно изолировать. Лечение дорогое, но очень действенное. Ну, что делать, что делать, спасать-то меня как-то надо? Надо. А, тогда какие прогнозы? Он вообще выживет? Да, конечно, выживет, не волнуйтесь. Через месяц будет как новенький. А, через месяц это хорошо. Видишь, не весь дачный сезон пропустишь. Доктор, я думаю, что тут торопиться не надо. Надо все детально подлечить. Совершенно верно. Я же хотел сказать, через месяц анализы сделаем. Если они хорошие, тогда, конечно, выпишем, но если нет, надо будет лечить, работать. Да, работать. Ну, идите, ложитесь в палату, сестричка вам скажет, какую. Ой, пойду. Ой, так больно вообще, на руку ступить не могу. Так рука болит, капец. Идти сложно, понимаешь, о-о-о-ой. Доктор, я, конечно, понимаю, там, мужская солидарность и все такое, но вы понимаете, что я устала? Да пропаденным проводом эта шуба. Вот. Я так понимаю, что анализы у него очень плохие. Такие плохие, что похожи на пятилитровую клизму ежедневную. А вот мне кажется, что анализы еще хуже, чем вы говорите, коллега. А еще, мне кажется, ему нужно запретить алкоголь. Пожизненно. Отучим, не переживайте, отучим. А еще, мне кажется, что у вас очень много работы и его будет лечить какой-нибудь стажер, который будет тренироваться, так сказать. Кстати, нам вот только вчера перевели специалиста соответствующей квалификации. Очень хорошо. Очень. А, сестричка, оформляйте Зелепукина в черную. Ага. Считайте, что лечение уже началось. Спасибо большое. А еще у нас тут такой вот был случай. Клизмовуха. Да ладно? Осень смесно. Ой, мне кажется, после этой процедуры мне стало намного легче и я готов ехать домой. В смысле, на дачу. Хороший мой, на какую дачу? Вам же нельзя напрягаться. Я объяснил жене всю сложность вашего заболевания и она оплатила ваш стационар на три месяца. Ага. Викусичка, пожалуйста, поехали, я тебя просу. Мне кажется, доктор, у него истерика. Может, это осложнение? Давайте, так сказать, улучшим лечение. Абсолютно резонное, абсолютно резонное замечание. И клизма у нас будет десятилитровая. Викусичка, пожалуйста, я просу тебя, я больше никогда так не буду. То-то же! Но это еще раз! Никогда. Идем. Девушка, извините, так получается, что деньги надо... Не-не-не-не, пусть останутся, как депозит. На всякий случай. Викусич, а подожди меня сейчас в машине, мне минут на сорок надо будет отойти. Пошли, на троих. Слушается дело обеспорченной жизни Аленушкина Александра полицейским Евгением Гошенко. Госпожа судья, я вообще в шоке с того, что здесь происходит и за что меня судят. Мы сейчас все выслушаем. Местец, вам слово. Вот этот вот субъект испортил мне жизнь. Из-за него моя жена ушла. Да я тебя первый раз в жизни вижу. Да? Мало того, что от меня ушла жена, от меня дети отреклись, родственники. Но что самое страшное, у меня пропали деньги. Обвиняемый вас обворовал? Можно и так сказать. Да кого вы слушаете? Я честный полицейский, мы даже взяток не берем. Честный полицейский? А у меня ты все отобрал. Я требую посадить его на пожизненное и уволить. Это какой-то абсурд. Истец, у вас есть свидетели? Давайте их выслушаем. Они сегодня не пришли в суд, потому что они отреклись от меня, мои детки, моя жена, теща моя дорогая. Будь она не ладно. Госпожа судей, это какой-то абсурд. Я честный полицейский, который соблюдает законы. Да? Честный полицейский, который соблюдает законы. Не помнишь меня? Да я вас не знаю. А вот так, помнишь меня? А? Это он занял мое место на переаттестации. Это он сейчас сидит в моем кабинете, на моей должности, а все только потому, что он больше отжимается и законы выучил. Гад ты такой. Истец, в чем вы обвиняете господина Гошенко Евгения? Я обвиняю его в том, что я теперь не могу брать взятки. Это какой-то бред. Бред? Вы, пожалуйста, товарищ судья, вынести правильное решение. Потому что вот эти вот честные скоро и до вас доберутся и заменят вас. Госпожа судья, я вас тоже прошу вынести правильное решение, потому что это какой-то абсурд. Суд готов вынести правильное решение. Изучив все материалы дела, суд постановляет господина Аленушкина Александра восстановить в прежней должности, вернуть ему кабинет, все награды и все регалии. А я? Полицейский Гошенко Евгений впредь может делать селфи, штрафовать за неправильную парковку, но не мешать работе наших внутренних органов. Это беспредел! Ничего, реформы и до вас еще доберутся. Не переживайте, с судом мы реформы отменили. Люблю короваться. Спасибо. Матрарик! Григорьич! Напарник! Напарник, ты где? Инспектор Ступок! Григорь! Григорьич! 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 Типа... Ой! Ну да высь шо! Таки спрячься там, или не будь. Ага! Сюда! Еще двести ревень. Это последний, имейте совесть. Какая совесть у картонного гаишника? Счастливого пути! Спасибо. Ну ты красава, Егорыч! На то. Такую схему офигенную придумал. А можно я попробую? Бери, пробуй. А я пока что... Тут же сходи. Это нифига не смешно! Да-да-да, не смешно. У меня штаны всегда сухие. Раз он это сделал, значит он реально подумал, что я картонный. А значит я круто показал. Так, круто показал. А как же ты ему не спугнул? Еще не знаю, чем бы все закинчилось, как бы я его спугнул. Ага, да. Так бы он тебе не только по-маленькому обделал, а еще и по-крупничку. А по-друге, ты видел сколько у него нулев на номерах? Больше, чем у меня в зарплате. Бачу, бачу. Ладно, иди сохни на солнечко, только не подходь, потому что снова тебя перепутают с деревом. Ну что ты? где ж это чертова вена так голова это или жопа так и гуля что это кто это привезли вот после аварии нужна срочная операция иван иванович бульбенков ух ты какая встреча иван иваныч помните меня вы у нас мединституте преподавали ну как ты сюда попал ты же не знал мне общую хирургию это у вас амнезия наверное иван иванович помните я вам потом денежку принес экзамен сдал помните чукоткина готовь анестезию чукоткина здрасте нет только не чукоткина отойдет мне чукоткина мы же тебя отчислили после первой сессии не все значит вы забыли но я вам напомню что потом я принесла вам денежку и вы меня восстановили так что все хорошо будет не надо мне помогать уйдите отсюда оба позовите кого-то из взрослых да пошел иван иванович чукоткина я все сказал приготовь анестезию а не кали я хотел у него спросить что нам дальше делать ну и что нам теперь делать давай буди его а я не знаю как он же сказал меня с первого курса отчислили ой а что это за звук я не знаю ладно у меня одна идейка есть иван иванович а давайте мы как в институте вам заплатим денежку а вы сами себе операцию сделаете а чего-то он не отвечает это он цены себе набивает он меня в институте не сразу деньги взял давай под матрас ему положим а он сам возьмет и прооперирует себя гений медицины гений а завтра мы принесем апельсинки или гвоздички хорошо что вену не попали припасы да наркотики психотропные да 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 здравствуйте а новенький ну здравствуй у меня к тебе сразу вопрос ты деньги любишь ну да кто их не любит отлично значит сработаемся будешь моим юным подаваном буду тебя тут всему учить а раз ты юный подаван подай мне водички пока следующий здравствуйте а здорово а это нормально свои да мужики у меня там три фуры элитного алкоголя я вам сейчас даю ящик и мы быстро все порешаем да да нет не понял мы таможня мы взяток не берем а сейчас вообще ничего не понял я кажется понял фур это три ящика будет 3 но договорились 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 до трех лет лишения свободы типуньте на язык падла какое а вот теперь я точно понял не хотите алкоголем да давайте деньгами штук хотя ладно три фуры три штуки вам ну отлично это уже пять лет с конфискации так я понял все мне хотите забрать да подчистую мужики ну давайте давайте по-честному мне три фуры две мне одна фура вам одну фуру ну ладно за документами ай ты что ученик превзошел своего учителя ай красава как так а ты какой институт заканчивал я педагогический факультет детской психологии и и практика в киевской налоговой так что учись ага следующий быстро быстро находим и нанесла охраннику тяжкие телесные повреждения тяжкие второму охраннику повезло он обошелся всего лишь сотрясением мозга она именно кутик забери меня пожалуйста отсюда далее разбила витрину магазина то ладно в дребезги сколько из-за это светит ну на вскидку от пяти до десяти охранника и витрину о чем вы говорите это всего лишь начало списка вот продолжение так ладно 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 я понял давайте как-то договоримся о чем вы говорите не те времена не те нынче времена вот раньше бы ну что ж вот эти папочки можете оставить себе спасибо а теперь вот эта папочка ладно 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 все 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 я понял давайте все ваши папочки вот об чем я и говорю пожалуйста ну все пускайте ее пожалуйста а вы пока в коридоре подождите нужно подписать протокол а я понял понял все ой на выход как вы думаете поверил на все сто а точнее на на 60 тысяч спасибо вам большое как и договаривались половина вам отлично я вот только спросить хотел а зачем вся эта процедура с охранниками что за история вы понимаете я шубу давно хочу а он денег не дает вот она как-то самой выдумалась честно говоря если бы он не дал я бы так и сделала если бы мы с вами не договорились так ну что ж если нужно будет там сережки или колье обращайтесь поможем ой вы знаете я машинку хочу машинку да ну давайте подходить через два дня сделаем из вас серийную маньячку я вам дам 100 долларов и мы не открываем чемодан приз 200 долларов и мы не открываем чемодан приз уверены 500 долларов и мы не открываем 500 приз 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 вы выбираете приз да отец 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 Теперь даю ПЯТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ! К сожалению, не могу. На вас ориентировка. Пресс, пресс. Я понимаю. Последнее предложение. Я вам даю... Нет. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ! 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 ДЕНЬГИ! ДЕНЬГИ! Он выбирает деньги и он выигрывает свои деньги. А я, я так понимаю, могу быть свободен. Правда? Нет. Мы переходим к супер игре. И я приглашаю своего напарника. на-гае-да. Старатататататата Тарататататата Эй. И что ж у нас в супер игре? А в суперигре разыгрывается. Точнее, мне надо. Автомобиль! Квартира! Пылесос! Это нафиг. Загородный дом под Киевом! А лучше все это и сразу. Вообще-то пылесос мне нужен. Итак, мы в суперигре. Да. В таком случае угадайте, что у меня в чемодане. Букву хотя бы первую скажи. Первая буква М. Металлы. Драгоценные. Нет. Минералы. Дорогущие. Не угадали. У меня там банкноты. А почему на М? Потому что они меченые. А еще у меня есть удостоверение антикоррупционного бюро Украины. И вы побеждаете в суперигре. И получаете путевку на 12 лет и 12 зим в однозвездочный пансионат под Житомиром. Там-та-та-та-там-там-там-там-там-там. Наручники в студию. Вот никогда не везет нам в суперигре. На троих. Для тебя закаты и откаты. Для тебя. Здравствуйте. О, скрипач. Наконец-то. Я уже думал отменять предложение. Извините, я не просто скрипач. Я победитель международных конкурсов. Я лауреат премии Чайковского. Я скрипач-виртуоз. Это типа с проблемами? На вашем языке типа крутой. О, такой мне и нужен. Короче, смотри, задача какая. Ты, значит, елозишь скрипку, ну, чтобы красиво, там, романтик, вся фигня. Я привожу свою кису, такое кольцо, опача. Она, ой-ой-ой, и вся поплыла такая. Ну, чтобы ты понял, да, короче? Более чем. Перед тем, как мы начнем, очень важно подписать один очень маленький договор. О том, что если вдруг так случится, что ваша девушка вам откажет, вы ни в коем случае не будете меня бить. И самое главное, засовывать мой смычок мне куда-нибудь было. Подожди, что значит откажет? Моя киса мне откажет? Как так можно отказать? Посмотри, вино, фрукта, закат, принц. Ну, поверьте, я не первый год в этом бизнесе. Ну, мало ли, на всякий случай. Ладно, ладно. Слышишь, а тебе смычок реально? Я не первый год в этом бизнесе. Теперь понятно, что ты такой дорогой. Идем, идем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, Буся, куда ты приведешь? О. А-а-а! Да ладно! Я это, короче, я тебя это самое, вот. Блин, Бусь, блин! Ну, нет! Как нет? Ну, понимаешь, я просто думала мы с тобой там потусуемся, ты мне айфон подаришь, ну, пора сочпахнемся, и все, я уйду. Нет, ну, ты понимаешь, Буся, я просто не хочу там всю жизнь с талфопузом провести, и все такое. Ну, как бы, давай, пока. Ой! Это, я споняла, мы же с тобой уже чпокались. В общем, я, короче, поменяю на айфон. Все, давай. А-а-а. Сука. Это ты на Карково. У нас с вами договор. В задницу договор. Смычок, давай сюда. Не надо. Давай сюда. Бусь, ну ты даешь, ну ты что, шуток не понимаешь? Ну смешно же было. Да вообще-то не смешно. Тебе было смешно? Дура. Э-э, ты следи за базаром. Это, между прочим, моя будущая жена. Да что ты начинаешь? Я тебе денег все равно там в три раза больше насыплю. Тем более у тебя же будет от меня еще один заказ. Будешь на наши свадьбы ломать, да? Да. Так, смычок другой на свадьбу возьмите. Да постой. А ты тут смешная шутка, да? Сейчас смешная. Любезный, вы не могли бы мне пояснить, по какой причине меня здесь задерживают? По какой причине? Жалуются на вас. Жалуются. Граждане утверждают, что вы с помощью этой вашей теле... Вот этой... Гипноза вот этого... Пытались завладеть их имуществом. И что вы собираетесь со мной делать? Ну что? Для начала посидишь 15 суток за решеткой. Там, правда, гипнотизировать некого. А, тараканы есть. Попробуй. 15 суток, говорите? Хорошо. Смотрите сюда. Сейчас я досчитаю до трех, и вы погрузитесь в глубокий гипноз. Слушай, да ты хоть до миллиона считай, понимаешь? Не верю я вот эту вашу фигню, понимаешь? Раз. Два. Три. Давай-давай, иди. Ты посмотри на него. Гуляет он по отделению. Слышь, крыныца, а что это ты Куперфильда отпустил? Я честный милиционер, я взяток не беру. Загипнотизировал уже. Ладно, сейчас я его быстренько выведу из этого транса. Я честный милиционер, я взяток не беру. Крыныца, тебе нужен отпуск. Я честный милиционер, я взяток не беру. Ладно, усиливаем эффект. Крыныца, твоей жене нужна шуба. Я честный милиционер, я взяток не беру. Так, мощно. Ну что ж, придется применить антигипноз. Значит так, смотрим на вот этот амулет. Сейчас я досчитаю до трех. Ты выведешь крыныцу из транса, и на столе появится 500 баксов за моральный ущерб. Раз, три. Крыныца. Я честный милиционер, я взяток не беру. Эту х**ню я уже слышал. Где мои 500 баксов? Я честный милиционер, я взяток не беру. Значит так, я сейчас досчитаю до одного, и на столе появится 500 баксов. Я честный милиционер, я взяток не беру. Раз. Два. 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 Три. Проходим, проходим. Что вы делаете? За что вы меня задержали? Сейчас объясню. Вы обвиняетесь в попытке домогательства к девушке. Какого домогательства? Вы чего? Никого не домогался, у меня своя девушка есть. Разберемся, разберемся. Гражданчика, скажите, это он? Он. Вот так вот. Вика, что ты здесь делаешь? Вот моя девушка, спросите у нее, мы знакомы. Вы что, действительно знакомы? Нет. Что? Вика, ты чего врешь? Мы же знакомы. Так, успокойтесь. Эта девушка утверждает, что вы пытались ее изнасиловать. Что? Вы чего? Мы встречаемся уже шесть лет. Ага, встречаемся. Он меня каждый день, шесть лет подряд встречает у маршрутки и провожает домой. Следит за мной. А потом еще звонит и домогается. Сволочек. Ну ничего, я вам обещаю. Мы его накажем по всей строгости закона. Вика, Викочка, Викусечка, ты чего? Это же я, твой зайчик. Так, тихо ты, зайчик. Таких, как ты, в камере волки ждут. С нетерпением. Они таких зайчиков очень любят. Какие волки? Какие волки? Какая камера? Вы чего? Вика! Вика, я все понял. Вика, поехали домой. Поехали домой, поговорим. Мужчина, никуда я с вами не пойду. Ладно, хорошо. Я понял. Давай здесь. Вика! Выходи за меня замуж. Честь лет. Вика! Ну кто? Ну кто так делает предложение? Вика! Подождите, так я не понял. Да подождите, не мешайте. Вика! Выходи за меня замуж. Ну кто делает предложение без кольца? Кстати, ты мне за него должен восемь тысяч. И да, да, я согласна! Подождите, я не понял. Это маньяк или не маньяк? Нет, спасибо вам большое. Я бы без вас, ну никак не справилась бы. Кстати, не хотите быть у нас свидетелем? Я вообще-то сам из кого хочешь свидетеля сделаю. Но чтоб самому. Хотя это почетно. Чего ж. Выпускайте меня уже. Слушайте, гражданочка. А может вы на него заявление напишите? Мол, он украл у вас сумочку, а я якобы его поймал. У нас, понимаете, раскрываемость не очень. Даже не знаю. Вы вроде как наш уже родственник. Ну да. Почему бы не помочь? Вика, ты чего? Ну не будь таким бессердечным. Я бы без него никак не справилась. Давайте, напишу. Вика, что ты делаешь? Меня же на два года посадят. На три? На три, Вика! Ты не бойся, я тебя дождусь. Вика, я же тебе кольцо подарил, которое ты мне купила. Себе. А можно, чтобы он украл как бы Луи Виттон? Луи Виттон? Это будет даже четыре годика. Какой Луи Виттон? Вика, у тебя отродясь Луи Виттона не было. Вика! Вот именно, поэтому и пишу. Вика! 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 Мне здесь неуютно. Вика! Ага. Подписка. Вика, я хочу домой. Вика! Подпись дата. Я не хочу к этим волкам. Вика! Вика! Все. Ты потеряешь своего зайчика. Вернется злая собака. Первое дело за два месяца. Очень хорошо. Очень хорошо. Поздравляем. Ну что, пойдем оформляться? Зайчишка, трусишка. На троих. Вот ты говоришь, айфон 7, айфон 7. Вот. Вот этим телефоном я орехи колол. Да ладно. Грецкие? Кокосовые. Вот так вот. Беру ей. Здрасте. Здрасте. Ребята, мне нужно быстро пройти таможню. Быстро. Цель поездки? Нужно свалить побыстрее со страны. Я не понял, вас что ищут? Пока нет, но через неделю начнут. Давайте быстрее, мало времени. А запрещенные что-то везете, оружие, наркотики? Все есть. Оружие, наркотики. Вы что, серьезно? У меня там времени нету. Действительно, оружие и наркотики. И деньги. А денег много? Здесь налом 300 тысяч. На счету где-то 5 лямов евро. Ну, верю на слова, пересчитывать не будем. Паспорт, пожалуйста. Счастливой дороги. Спасибо, до свидания. До свидания. Э, 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 ты, ты, ты чего его отпустил? Его же арестовывать надо. По закону нельзя его сейчас арестовывать. А когда можно? Обычно через неделю после прохождения таможни депутатскую неприкосновенность снимают. Вот тогда и будем его брать. Не волнуйся, схема отработана. Так, короче, слушай, вот этим телефоном я один раз самолет сбил. А что ты говоришь? Ну, ладно, не самолет. Так, дирижабль. Ты нашел опять наркотики, да? Да. А, собака, че ж не делишься? Давай. Я ему вот так вот. Вот так вот, белое. Да шо ты, ну шо ты, так и лупый. Вот так я ему кажу. Иди сюда, вот тут стой и стоишь. Понял? Я делаю по щелчку, понимаешь. Ой, ой. Здорово, пацаны. Подзаработать не хотите? Ну, в принципе, тут этим и занимаемся. А ночью вы тоже здесь стоять будете? Ну, да. Отлично. Короче, так. Я еду на корпоратив, ночью буду возвращаться этой же дорогой, в стельку бухой. Вот так вот выйду из машины, подойду к тебе, возьму Захарю, вот так трясти буду и кричать, закон это я! А у тебя вот так вот палку заберу, вот так вот выброшу и крикну опор. Это обязательно? Ну, не обязательно, но я точно не знаю, как я себя буду вести, я ж пока трезвый, правильно? Потом, короче, наверняка волыну достану, вот так вот башки тебе представлю и начну кричать. Мрась на колени, быстро вытирай мои ботинки! Да, 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 вытирай ботинки! Знаете, что, я на такая не согласен. Что ты сказал, урод? Ну-ка быстро помог своему товарищу! Быстро! Давай вытирай, вытирай! Я, может, парни сейчас неубедительно говорю, но потом ночью будет очень убедительно, я вам говорю. Ну, что скажете, согласны? Да не, вы знаете, наверное, не. Я не согласен. Да, пацаны, ну, штука евро на дороге не валяется. Я могу сразу заплатить, пока трезвый. Мы согласны. Ну, что ж хорошими людинами помочь, а? Ну, все, красавцы, тогда до встречи. Ага. Алло, да, еду, вот. Что, серьезно? Вот, блин, ладно, понял. Пацаны, извините, корпоратоз отменяется, шеф командировку уезжает. Давайте я через неделю заеду, там, с более точной программой, да? А, э, так а может мы сейчас апорт порепетируем за соточку, там? Да, да. Ну, что, в принципе, время есть. Ага. Ага. Давай. Апорт! Я, 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 я! О, я не понял, вы что, теперь на природе работаете уже? На вызове, да? Ха! Слушай, а ну давай мне сейчас забомбашь, а ну-ка, давай. Что вы себе позволяете? А, понял, понял, сейчас есть пятихатка. Муду, человек, мы из новой полиции. А, так ты новенькая, что ли? Че, я понял, тебе больше надо. Сейчас, секунду. Мы работаем по европейским стандартам. По евро... Ты? Ничего себе! Ну смотри, только ты так должна отработать. Да, человек, мы взяток не берем. Да ладно, что вы начинаете? Я к вам каждую пятницу в этот ваш участок хожу, денежку оставляю. Ой! Ты что, вообще охренел? Ой, 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 отпустите. Ой, понял, понял, понял. Ой, у меня просто жена уехала, я хотел как-то развлечься, оттянуться. Ай-яй-яй-яй, я думал, вы потанцуете. Ой-ой-ой-ой. А-а-а! Ой, простите, вы хотели, чтобы я станцевала. Ну да. Я что-то сразу не поняла, понимаете, дело в том, что я не умею танцевать. А вот моя напарница, она как раз к нам пришла из самого первого состава Тодес. Вот она вам станцует. А, ну так давайте, какая разница? Мариночка! Кто будет танцевать, правильно? Да, мы стараемся. Так, что здесь происходит? Мариночка, дело в том, что молодому человеку нужна наша помощь. Жена уехала, и он попросил меня станцевать, а я же не умею. А, ну так я станцую. Не надо, не надо, мне уже полегчало, все. Не, молодой человек, я станцую, мы новая полиция, мы должны помогать друг другу. Я станцую, совершенно бесплатно. Толк! Ладно, не надо, не надо. Здравствуйте! Да. Документы. Да. И с... Спасибо! Нет. Сиски? Секс? Сметана. Сорока. Сфазмолгон. Скафандр. Синхрофазотрон? Столк! 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 страховку покажите как улов да вот другими месяц пытаюсь быть честным не получается я волнуюсь очень честно смешно слушай ну а работает твой метод я наверное тоже попробую ой зайка ты так рано вернулся почему не предупредил потому что если бы я предупредил то я бы себе сюрприз испортил где он стыд стыд твой где мы заказываем с тобой пройдемся на улицу погуляем поговорим обязательно пойдем погуляем только я сейчас кое-кого найду убью и мы вместе с тобой труп вынесем чтобы два раза не бегать бузь бузь давай я тебе давайте подам тысячу гривен на спиннинг и мы этот шкаф не открываем приз хорошо три тысячи гривен на эхолот и мы шкаф не открываем приз хорошо пять тысяч на три дня на рыбалку и мы шкаф не открываем приз вот открывай его все равно мне денег больше даю десять тысяч на палатку подсак и водку вот это другой разговор все я на рыбалку добрый день я извиняюсь добрый только я вас не останавливал ну разве что у вас не куча денег которые вы хотите добровольно поделиться простите нам ваша помощь нужна помощь помощь это не к нам это к новой полиции это они там робин гуды а мы обычные разбойники нет нам именно к вам скажите а в аптечке должен быть презерватив ну если это водитель дальнобойщик то тогда конечно желательно ну принципе мы на это закрываем глаза вот если аптечки нет то конечно другое дело но в правилах то он должен быть в правилах в правилах в правилах конечно да и между прочим штраф за это двести гривен может сто не 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 я точно помню двести хорошо а женская резинка по правилам предусмотрена основными нет я же так говорила но в дополнении семь дроп одиннадцать четко прописано что для остановки крови в машине должен быть либо жгут либо на крайний случай резинка для волок о и штраф за это четыреста гривен может как за презерватив двести ну вы сравнили резинка и резинка хорошо а это тогда что статью точно не помню но помню что штраф тысяча гривен да не меньше там таки хитрый пункт сейчас процитирую значит у кого в машине на спидометре не меньше двухсот километров в час обязательно должен иметь запасные трусы а женские или мужские там не указано вот вы что меня за дурого держите или что быстро домой поехали извини командир я поеду когда куда там трусики бы рассчитаться я старался дети сейчас рассчитают быстро давай давай на троих на троих значит так крыныца задание будет для тебя ответственное но и опасное с сегодняшнего дня ты внедряешься в банду проституток под видом их сутенера есть товарищ полковник не перебивай ты помни что внедряешься ты в нее не для удовольствия а для выяснения всех подробностей их подпольной деятельности и наблюдать а не проверять наблюдать рад стараться я вижу что ты рад ты смотри не перестарайся и помни о долге помни для чего ты пришел в правоохранительные органы и помни что все у тебя органы правоохранительные разрешите выполнять давай ареал крича какого черта я они и она кто она 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 что ты разорался ты гражданочка вы кто такая здесь вообще я мальчик водитель тяжеловесной фуры дальнобойщица по твоему я у нее пытался выяснить под больную жизнь проституток она что а я трындеть не люблю показала я ему на собственном примере да вы мне одежду изорвали одежду я зашью ты мне и в такой нравишься гражданочка да вы хоть понимаете себе что это нападение на сотрудника милиции при исполнении служебных обязанностей а да все понимаю я понимаю начальник хватит хватит да вы что себе позволяете а а вот это все тем более я знаю расценки да да сегодняшнего дня крыльца тебе передается новое дело какое ты внедряешься в банду дальнобойщиков и выясняешь все обстоятельства и специфику их подпольной деятельности целую неделю две я доплачу да две недели извините внедрение начинайте прямо сейчас пока а что мне полагается что я получу за это опасное задание возможно наградим тебя медалью возможно даже посмертно удачи и женщина пожалуйста подождите пока я упаду в обморок доброго дня сержант ступок я что-то нарушил или просто денег хочется 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 чтоб водители не нарушали правила дорожного движения а не так как вы злостный нарушитель в смысле в смысле что же вы разъезжаете без номерных знаков как без знаков я выезжал знак был вот оно недоверие к органам в принципе есть за что согласен ну что убедились своими глазами ёпки палки да извините конечно ага извините видимо где-то на ямке поскочил сначала кричать сволочи а теперь извините вот так всегда а мы просто люди честные люди при исполнении что будем оформлять протокол может так я ждал я ждал вам 200 гривен секундочку то вы дали 200 гривен за номерный знак а это абсолютно разные независимые платежи я понял вот возьмите все могу ехать теоретически да но на практике очень сложно на трех колесах знаете далеко не уезд на каких трех колесах командир как бы я к вам приехал на трех колесах а шо вы так с претензией ко мне как будто я его снял кого колесо я я как как я о как так ну шо схему вы уже уяснили я понял возьмите это это же мне сейчас запаску ставить придется могу оказать посильную помощь за соточку спасибо вы лучше подальше отошли бы а то у меня еще двигатель исчезнет а вот так вот да то есть я ему помочь хотел практически бесплатно кожна людина должна понимать шо мы поставлены сюда государством для того шо бы следить за соблюдением законов помогать людям а вот из-за таких кашты нас и называют ментами мусорами гнидами в кустах с палками синими в жилетках ну я и так хочешь бы спасибо сказал фу все нормально только ты его в следующий раз подольше подержи а то я из ГАИ пойду в формулу 1 там люди которые за 10 секунд колеса снимают гораздо больше ценятся ну во-первых в формуле 1 колеса меняют за 3 секунды а во-вторых ты чур сколько он там зарабляет фу а у нас тут и зарплата нормально еще и на чистом воздухе целый день и того чтобы купить новый cayenne мне надо растаможить сегодня 12 фур а это полчаса работы отец добрый денечек добрый здравствуйте мы бы хотели бы растаможить у вас партию нашего товара а вы кто вот компания честные деньги честные деньги сейчас проверю так частные деньги частые деньги чистые деньги а вас я не вижу мы работаем на рынке уже неделю мы очень дорожим нашим имиджем проверьте пожалуйста фура уже на терминале мне кажется что такой фирмы честные деньги помине быть не может а вижу вашу фуру да честные деньги да так что там у вас у нас зеленый горошек пожалуйста здесь же написано черная икра да но вы же неправильно прочитали вот читайте этикетки зеленый горошек вот ну ваш горошек уже зеленее стал да но все равно мелковат мелковат а вот если вот так так совсем другое дело что же провозите ваш зеленый горошек отборный горошек спасибо очень приятно нашей компании ооо честные деньги работать честно это можно я предлагаю наш договор отпраздновать ооо стаканчики 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 стая вода а вот так вот так а я еще одну открою приступим это что зеленый горошек согласно заявленным этикеткам мой вам совет никогда не имейте дело с ооо честные цыгане неплохой горошек алё серёга ну все я созрел на каен так можно салон не сделать зеленый горошек ага а не ба суша петрович я тут подумал а шо если мы были честными таки пунтия на язык не ты понимаешь ну а шо ну вот честные гаишника или что тоже будут расформировать ну ты сказал честные гаишники все равно что трезвые сантехники ну чё ну вот может если мы покажем что мы честные а может нас оставят не знаю давай попробуем доброго дня здравствуйте а шо ж вы нарушаете скоростный режим шины пристегнутые ой простите простите ребята виноваты сколько с меня да вы шо такое говорите мы взяток не берем будем оформлять протокол а где наши протоколы мы же мы 300 лет не пользовались ну гляньтесь ребят ну я правда опаздываю может скажите сколько с меня и рассказываю с вас 900 гривен значит за нарушение скорости за то что не пристегнуты оплатить можно в любом банке в течение недели нема нифига протоколе а если я вам не 900 гривен а вот к 1200 дам и вы сами за меня в банк и оплатите ну не знаю хотя с другой стороны наша задача помогать водителям о это правильно это правильно счастливой дороге всего доброго и не нарушайте и не никогда проезжайте всего доброго служа петрович а ведь мы когда честные мы в два раза больше зарабатывать денег да а вот удовольствия я просто меньше стало и готов приступить законному ужину я пойду на до свидания нарушаем да ты все неправильно понял то есть ты хочешь сказать что я еще и тупой да извините рога думать мешает кто такой это же не да то есть я там деньги с людей зарабатываю оставил жену без сигнализации а я уже в неположенном месте трогают да и я не хотел не хотел а знак запрещающий ты бачил или нет не заметил не заметил хотел проскочить до думал успеешь а ты что забыл что приоритет у того кто с кольцо не учел не учел да значит создал тут аварийную ситуацию и хотел скрыться с места дтп и извините больше такого не повторится я случайно случайно а потом также случайно она мне покажет тест с двойной сплошной я должен буду твоего бэйби ланоса у себя на штрафплощадке до 18 лет выращивать они не нет командир мы мы со страховкой я аптеке купил предострахуешься ничего разберемся документы давайте будем оформлять командир а может мы без оформления как-то на месте договоримся попробуйте еще попробуйте еще попробуйте командир реально больше нет нет тогда завтра я буду стоять на этом же месте я в принципе завтра не не планировал сюда заезжать если товарищ инспектор говорит что надо значит надо ты на сколько будешь 19 ровно о будьте здесь в 5 и возьми с собой денежку еще на штрафике заработаем командир а а так если мы только что на месте разобрались может мы это дальше поедем ну в принципе замечание не имею счастливого пути но як ты умудриться таке зробить ах як як блин а це поки ты спав зупинив фуру скажу штраф за перегруз грошей нема а шо є абрикоси кажу з нитратами не домашние для себе выращивал шо и таки вкусні так а нашу ти цели ящик з'їв та блин з жадності шо б тобі не досталось ценя ну хорош тренгеть пеняй мені в больницу треба ай мое 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 а а а старший инспектор петрыкин ваши документы а не какие документы давай без этих при люди ручки мужик может помочь мошь помочь треба напарника мого в больницу відвезти в него остраця як її дезинтез короче по-новичному срачка в нього так а а ты чого не отвезешь да не можу не не можна пост залишати треба щоб хтось був а он мне бать не обозрёт я но если ты швидко ехать не будешь то все буде нормально а он не заразный умеешь руки потом на відвезеш его не не могу міста у меня не уважай моя вас дуже прошу я вам грошей дам ух ты ха ха такое в первый раз мне гаишник предлагает сколько сотку так і мені сотку за те шо я його спіним ой вибач рефлекс ну так шо поїдете ну ладно поеду спасибо натаха слезай подожди меня тут на посту я потом заеду с тобою а так на так а не видели тёлка тут сидела ах ты ж натаха обосраться на так на так на ситуация обосраться можно зоня твою мать доктор доктор что у него слабый пульс мы его теряем так спокойно дефибриллятор ой мы его спасли вы своем уме что вы делаете кто спросил это еще что за самодеятельность что вы делаете вам что делать больше нечего а вы что так хотите умереть а вы что думаете я просто так ради любопытства ванну принимал и фен в нее бросил ну мы не можем вам позволить умереть мы давали клятву гиппократа между прочим вы давали клятву шоколадкам и коньяку ладно если вы не хотите марать совесть я понимаю давайте я типа позаболею вы меня типа начнете лечить я вам ни копеечки не заплачу и так сказать естественным образом крякну почему вы так хотите умереть ой а я смотрю если вы такие глупенькие вопросики задаете вам еще не приходила квитанция на отопление да а мне пришла а вы знаете что самоубийцы попадают в ад вот и отлично там и согреюсь у меня в доме ужасный холод ладно извините у меня нет времени ну что вы от меня хотите хороший мой мы мы конечно готовы вам помочь но понимаете ну как бы вам сказать медицина у нас бесплатно а вот наши высококвалифицированные услуги не совсем если я правильно понял вы требуете от меня взятку чтобы ничего не делать но хотелось бы хорошо вот пожалуйста стихо доброго что еще понимаете нас двое а пятисоточка как бы одна совесть есть у вас нету у меня больше денег нету нету ну в таком случае не будем вам мешать выздоравливайте всем хорошего выздоравливайте что скальпель скальпель убери так все ли у нас готова к операции да доктор можем начинать хорошо спасибо вам доктор заранее заранее у нас не благодарят только потом так ну подождите а я вас где-то видел не знаю доктор я вас вижу в первый раз не ну точно какое-то знакомое у вас лицо вы случайно в сто тридцатой школе не учились я в семнадцатом лице учился не на определенные вот где-то видел может сосед мой улица преречная дом 27 я доктор я совсем другом районе живу может приступим да подождите вы со своим приступим случайно вы в детский садик дельфинчик не ходили доктор во первых нет во вторых есть тебя даже и ходил в этот садик я бы вас наверное уже не узнал доктор ну может уже начнем да успокойтесь я не смогу сосредоточиться если не вспомню погодите погодите ну работать мы вместе с вами точно не можем потому что мы виделись чаще кстати где вы работаете это обязательно скажите где ну в переходе продавец точно в переходе продавец вот где я вас видел я у вас свой диплом врача купил все все вспомнил можем начинать операцию подождите я я я передумал операция не нужно да успокойтесь вы мы сейчас быстренько вашу селезеночку и вырежем какую селезенку вы чего у меня же аппендицит ну какая разница ну там рядом все маленькое такое наркоз стойте стойте вы тоже диплом купили у меня нет что вы я сама заканчивала красный диплом правда заканчивала я на швею но вы не волнуйтесь зато шовчик у вас будет идеальный вам как крестиком или гладью а нет это какой-то сюр я передумал я пойду подождите ну куда же лучше а если у вас осложнения начнутся а вы у нас основной поставщик кадров в нашу больницу да у нас каждый второй диплом ваш мы так вас и называем подземный университет ну что приступим сестра скажите мне только напомните аппендицит справа или слева а вы режьте и там и там а я зашью тут крестиком а там гладью умничка скальпин это нужно так вилка в левую руку нож правую на троих доброго дня шановный водой витаем у вас на нашему посту здравствуйте я что-то нарушил будь ласка ваша кава два цукру че все у вас добре да все в порядке все хорошо что это происходит реформы теперь так будет завжди якщо вам не будет складно можете вы відповісти на декілька запитань да конечно чи є у вас аптечка страховка запаска признаюсь честно аптечки у меня нет но я готов заплатить штраф не 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 треба мотнись кабачком зараз у вас буде нова аптечка будь ласка ваша нова аптечка будь ласка ваша нова аптечка ух ты ничего себе интересно скажите будь ласка а куди вы прямуете в балабановку еду яка прекрасна може для вас дорожечку помыть чтоб вы по чистому ехали нет спасибо може с мигалочками вас супроводите да что вы не надо спасибо большое не треба так слушайте это реформы отлично слушайте я вот не ожидал можете ж когда хотите правильно можемо я закинчив можеш колеса підкачать чи бензин удалить нет спасибо у меня полный бак все в порядке может что еще да а сделайте мне еще кофейку пожалуйста а то я устал немножко а уже ж спасибо якщо хочете можете пройти до нашей кімнати припочинку там навіть є плейстейшн нет спасибо большое меня жена ждет розумію будь ласка друга кава спасибо спасибо вам ну все я могу ехать одну хвилиночку ось це для вас будь ласочка так а что это це рахунок за надані послуги что ничего себе то у вас кофе стоит дороже чем в аэропорту зато натурально обалдеть раньше я давал гаишникам 200 гривен и проблем не знал якщо у вас проблемы с наличкою можемо надати вам термінал нет у меня никаких проблем о держите здесь без дачи а 10% на чай на тебе кофе на чай козлы понятно реформы ваши долбаные верните старых гаишников уроды давали уже шлобяра на консервинг 700 дал и уже скулы это ж пив машины пошлость да да конечно Константиновна здравствуйте 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 слушаю вас хочу в столовке вашей школы свадебку своим детям забацать ну забацать свадебку как вы говорите это для нашей школы обычная практика ну вот и отлично хотелось бы забацать во вторник вы знаете это исключено во вторник мы не сдаем в аренду помещения у нас учебный процесс ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй да очень жаль очень жаль вот это аванс а остальное после свадебки я думаю во вторник детки покушают дома правда ну вот и прекрасно по рукам по рукам а почему все таки во вторник ну разрешите дело в том что детки познакомились в этой школе именно во вторник точь-в-точь как мы с мамой в пятницу семейная традиция нужно поддерживать будем поддерживать до встречи до встречи до встречи до встречи до свидания слушаю вас Софья Николаевна Надежда Константиновна я больше не могу этого терпеть при таком шуме дети не могут заниматься а я простите не могу вести уроки ну так проводите уроки музыки в конце концов как? учите песни например группу тик это классика современной музыки это надо знать Софья Николаевна на уроке химии учить музыку тик да у детей скоро нервный тик начнется все хватит объявляю сегодняшнего дня неделю музыки в нашей школе идите я представляю если они потапа включат и Настю что здесь происходит? надежда константиновна извините у нас тут просто на этом столе первый секс был а сегодня у нас брачная ночь я спрашиваю что здесь происходит? кстати вот вам папа передал ну ладно развлекайтесь ребята а я пойду тик послушаю мж на крои сержант ступок документы и свисток в порядке нет а я что то нарушила? Да практически всё. Всё, за что можно рассчитаться без протокола. Между прочим, у меня муж ГАИшник. А у меня жена Ирина Билык. Знаете, что у нас общего? Правильно, фиг проверить. Так что, начнём. На соблюдение рядности заляпанные номера, тонированные стёкла. В аптечке по-любому чего-то не хватает, двойной обгон. А вот этого не было. А у меня есть два свидетеля, которые докажут, что всё-таки было. Вон и заявления лежат. Осталось вписать ваши номера. Ну, так что, будем договариваться или мне портить документ? Ладно, ладно, проще заплатить, а то ещё к чему-то придерётесь. Правильно, правильно. Всё правильно. Чё? Да не всё. Потому что у вас ещё придираться и придираться. Слушай, командир, а чего ты меня выбрал? Вон, сколько машин ездит. Так-то оно так. Но лучше синица в логане, чем журавль в шестёрке. Ладно, что-то ещё. Да, ещё. Мой любимый вопрос. Приготовились? Огнетушитель. Конечно, нету. Давайте-давайте. Так, хорошо. До свидания. До свидания. Можете ехать сразу после того, как покажете страховку. Вы что, издеваетесь? Чё издеваюсь? Я выполняю свою работу, между прочим. Всё? Да. Только вот для ровного счёта ещё 200 гривен мне не хватает. Вот. У меня больше нет. Нет ничего. А вот это шо у нас. Вот теперь к счастливому пути. Вот. Держи. Ровно 1200 гривен. А твоя жена крепкий орешек. А, да. Спасибо. Это тебе, так сказать, паральная компенсация? А чё так мало? Хватит. Знаешь что, Петрович? В следующий раз, когда твоя жена заначку найдёт, будешь сам тебя разбираться. Да ладно, у нас ещё 200 гривен. Не надо. Ты шо, берися. Яки вы, гаечники, обичали?